Поехали! Всем здраве! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2016 года среда, а по одному из старинных 26-й день месяца получения даров природы 7500-24 лета понедельник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен День Бога Перуна. Главный сведущий Дорислав Стариков. Здравия тебе, Дорислав. Что-то у меня сегодня это. Здравия тебе, Дорислав. Здравия, Алексей. Здравия всем. Очень рад пообщаться, поделиться знаниями. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Вот там я слышал у тебя. Батюшка Перун уже благословляет всех, поздравляет. Да, разгулялся сегодня батюшка Перуня, да. Хорошо. Вот в прошлый раз мы с тобой встречались, рассказывали о Купале, рассказывали о том, чем отличаются праздники в различных традициях, что есть схожего. И выяснили, что, в общем-то, ничего такого кардинально радикального разъединяющего нет. Ну, есть какие-то небольшие отличия, но все это терпимо, все это вполне приемлемо. И даже мало того, что приемлемо, иногда два раза отметить один и тот же праздник, два раза пославить родных богов, это никаким неприятным для нас моментом не отзовется. Все это идет как бы на пользу. И вот в этот раз мы с тобой будем тоже говорить об одном из наших богов, боге Перуне. И вот интересно, что ты в этот раз нам расскажешь интересного. Начнем с того, что в нашей традиции, какой силой управлял бог Перун, что это за бог, как он помогает человеку, какие силы в нем пробуждает. По многим традициям бог Перун являлся богом-покровителем воинов. Но по нашей традиции бог Перун не только был покровителем воинов. Вот конкретно у нас Санти-Веды Перуна, Капище-Веды Перуна. То есть Перун в данной ипостаси мудрость дает человеку. То есть он пробуждает в нем дух познания и самосовершенствования. Действительно, Перун это бог, пробуждающий дух у человека. И когда раньше приходилось идти на войну, на сечу, профессиональные воины, они обращались к богам конкретным. К Ватану, например, воин там, то есть великий воин, воин воевода. Там Индра, хранитель мечей. А к Перуну, как правило, обращались не только князья и воеводы, обращались обычные орочи, которые в ополчении шли. Вы представляете, обычный человек, который идет на войну, ему ведь страшно. У него дух не проявлен воинский. И для того, чтобы пробудить этот дух, пробудить в себе ярь воинскую, обращались к богу Перуну за благословлением, за пробуждением духа, воинского духа, в данном конкретном случае. Поэтому, конечно, он до нас во многом исторически дошел, как бог-покровитель воинов. Но бог Перун, это бог, озаряющий тьму. Посмотрите, молния растекает тьму, озаряет ее. Поэтому в нашей традиции бог Перун, его сила пробуждает и озаряет человека. И это не только воинское озарение, это и повседневная мудрость, знание предков. Поэтому, когда человек о чем-то задумывается, и ему приходит озарение, он часто себя трогает за чело. Такой, как же я раньше об этом не подумал. То есть, именно чело озаряется у нас молнией. Поэтому мы Перуницу наносим на чело, открывая его знанием, умением, образом явного мира. И часто само слово Перун расшифровывают как буквально, как аббревиатура. Путь есть ратная утеха наша. То есть, это одна из репостасей, то есть, воинское искусство, как развитие духа. Есть первая руна, то есть, это образ познания рун, глубинный смысл знаний, образов, то есть, дух пробуждающий самосовершенствование и познание мудрости предков. Вот вкратце, что означает в нашей традиции Бог Перун и какой силой он управляет. То есть, силой пробуждения духа и преображения. Очень часто весной ждут первую майскую грозу. И считается, что после первой майской грозы все начинает очень быстро расти. Ученые проводили такой опыт. Они электрической молнией пробивали семена. И эти семена всходили гораздо быстрее. То есть, в них дух был пробужден. Вот молнией, силой, пробуждающей дух именно силой Перуновой. И вообще электричество всегда называлось Перуновой силой. Вот ты когда сказал, что Перун можно расшифровывать как аббревиатуру, то в этом случае, наверное, у многих людей возникнет сразу такой вопрос, вполне закономерный. Так получается, Перун – это не имя конкретного Бога, это проявление Бога, вот именно слово Перун, если его можно так по буквицам, по образам расшифровать. Ну, вообще, мы во Вселенной знаем силы, так же, как у нас в организме. Они идентичны. Силы вселенские и силы, которые протекают у нас в организме, они такие же. Вибрации одинаковые. Соответственно, Боги во Вселенной – это силы, это лики единого Бога Рода, проявленной Вселенной. Соответственно, чтобы человеку было проще взаимодействовать с этой силой, мы облекаем его в личностный фактор, для того, чтобы мы могли взаимодействовать. Соответственно, он и как личностный фактор существует, с определенными характеристиками, образы, которые человек изображает, кумиры. Но это сила, определенная сила, с которой человек взаимодействуя, получает определенный результат. Вообще, вся наша культура и традиция сводится к тому, чтобы научиться управлять силами. Мы же Созидатели, мы же Боги, Творцы и Созидатели. Для того, чтобы быть Созидателем, нужно научиться управлять определенными силами. То есть, как построить дом? Нужно научиться складывать бревна, например, заливать фундамент, набирать бригаду, научиться ей управлять. Вот в чем принцип Созидания. Мы знаем, что у нас есть стихийные силы. Например, огненные саламандры относятся к стихийному миру. То есть, это огонь стихийный. А есть Семарглогни бог. То есть, это бог прави, который управляет этой стихией. И для того, чтобы мы могли безболезненно ходить по углям, мы обращаемся во время празднования праздника Купалы к Семарглуогни богу, приобщаемся к его силе, и с помощью его силы ходим по углям. Точно так же мы взаимодействуем с силами природы. Ведь природа тоже имеет свой дух. Дух – это структура. Насколько жесткая она структура, настолько силен объект. Так же и человек. Дух – это его внутренняя структура, энергетический каркас. Как вот в восточных единоборствах называются алмазные рубашки. То есть, когда они тренируют тело так, что об него потом и доски ломают, и все остальное. Но это прежде всего именно структура энергетическая. Потому что если тело не будет иметь эту энергетическую структуру силовую, его очень легко разбить тогда. И обращаясь к силе Перуна, мы пробуждаем эти силы в себе. Насколько я понятно донес образ? Да, я думаю, что вполне доступно. И понятно для тех, у кого есть чем воспринимать. Я просто хотел уточнить не только с этой точки зрения про силы, а еще и хотел уточнить о следующем. Вот смотри, если у нас получается Перун – это некая специальность среди богов, если она расшифровывается, то это напоминает примерно следующее. К примеру, пожарник и дальше. Иванов – пожарник, Степанов – пожарник. Такой-то. Или сантехник такой-то. То есть это специализация, это профессия, а дальше у него есть какое-то имя. Вот что я имел в виду, когда спрашивал. То есть Перун в данном случае – это получается не совсем имя. Это помимо отражения стихий, отображения стихий, проявления стихий, это еще и некая специализация богов в каком-то направлении, управлении этими стихиями. Получается так. И когда мы говорим, например, вот сварок отец Перуна, Перун, там еще кого-то, еще кого-то, еще когда-то мы выстраиваем это все, получается, что это некая, вот если смотреть по-современному, некая такая иерархия не родовая, в первую очередь, а иерархия профессиональная, где каждый вышестоящий отвечает за подчиненное ему звено, а каждый ниже стоящий отвечает за определенный круг выполняемых им работ для достижения какой-либо цели и так далее и тому подобное. И получается, что мы видим в примитивном нашем восприятии, мы видим как раз вот эту иерархию, когда себе называем вот эту родословную так называемую. Если же ли мы посмотрим более глубоко, то получается, что там должны быть какие-то другие еще родственные связи, помимо вот этой проявленной иерархии. Хотя я понимаю, что слово иерархия, она понятна нашим современникам, но все-таки в нашем ведическом представлении она, эта иерархия, довольно-таки условна. Вот я имел в виду, это так немножечко, может, сложно сказал, что не только сами стихии, но и, например, Перун, если его расшифровать как-то правильно сказал, это все-таки ответственность за эти стихии, а вот как называют того, кто в нашем представлении является Богом, это вот мало кому из нас известно. То есть Перун все-таки это получается тогда не совсем имя. Это не совсем имя. Так же, как и Сварак. Вот Сва – это небеса, Рог – это Рог. То есть наша проявленная вселенная, видимая, она в форме вихря, то есть в форме Рога. Макош является сестрой Сварога. И, как вы знаете, Макош всегда держит в руке Рог изобилия, то есть Сва – Рога, то есть небесный Рог. Макош – Матушка у нас отвечает за силу целостности, то есть золотыми нитями пронизано все мироздание. То есть именно ее нити увязывают мироздание, то есть силовые структуры удерживают ее в целостности. То есть любой объект у нас во Вселенной имеет форму. И благодаря именно силе Макоши, вот Мать Ковша, Кошмар, Кошелка, Кошель, то есть это что-то плотное, удерживающее в себе нечто. Соответственно, Макош дает человеку целостность. Когда он целостен, когда Личность целостна, когда у него целостная связь с предками и с богами, он строит целостный мир. Соответственно, к нему приходит доля. Если он ущербен, ущерб на его Личность, ущерб на его мир, ему приходит не доля. Сварок управитель явного мира. Это Вселенский Рог. А импульсы, которые проскакивают, вот у нас внутри, у нас есть нервные импульсы. А их называют электрические. То есть Перун во многом отвечает именно за этот импульс. За его силу, за его концентрацию. Молния – это импульс небесный, который долетает до Земли. Хорошо. В общем, получается, здесь нам можно разложить все по определенным полочкам для определенных уровней сознания. Первый, самый простой в сознании и в понимании – это детский принцип сознания. Вот все, что я увидел, имеет какое-то имя. Значит, за этим кто-то стоит или что-то стоит. Он схож с некоторыми взрослыми представлениями, которые создают из нашего бытия некую очередную религию. Не будем пальцем показывать, не будем тыкать на кого. Следующий уровень, когда понимают, что нет, скорее всего, это не какие-то конкретные дяди и тети, сидящие на облачках и чем-то здесь управляющие. Так называли, скорее всего, какие-то проявления этих дядей и тетей, которые более высоки, более далеки, более многомерны, поэтому мы их сами лицезреть не будем, но вот энергии их можем ощущать, и вот они и называются. А мы сейчас выходим с тобой уже на более высокий уровень понимания, когда существуют, с одной стороны, да, эти вот люди, но это не только энергия, это и проявление энергии, но они еще и отвечают за то, чтобы все это вовремя было. Отвечают они с того многомерия, и не обязательно, что и у них именно, у этой дяди или у тети, называемым богами, имя Перун, Сварак, Макоши и так далее. Это всего лишь навсего название той специальности, которой они на этапе своего развития владеют, отвечают, тот пост, на котором они сейчас стоят, и обеспечивают нам вот здесь на Земле, и не только на Земле, но нашей и Солнечной системе, и в галактике, и в мирах, что-либо, то есть наше существование, и существование вообще всего. То есть получается, видишь, так многомерно у нас раскладывается, вот сейчас уже на первых этапах развития нашего эфира. Самое главное, что эти силы проявлены у нас в теле, в нашем организме. Если мы хотим научиться в первую очередь, ведь духовное развитие, это когда ты сам себя преображаешь. Самая великая война, которую ты выигрываешь, война с самим собой. Когда ты сам себя тренируешь, в первую очередь, именно здесь проявляется дух. Матушка Лада, она управляет силой, которая как масло, вот в двигателе, не позволяет стирать друг друга деталям. Как жидкость в суставах. Почему неладный человек, у него в первую очередь начинают суставы болеть? Потому что жидкость, вот это масло, истекает, и суставы начинают перетираться. Во Вселенной, между каждым объектом есть вот эта сила Лада. Именно этой силой и обладает матушка Лада. Как интересно. Хорошо, хорошо, я думаю, что это вступление у нас получилось интересно, и теперь, наверное, можно переходить к тем пунктам, которые им у нас заявлены. Итак, мы обещали с нашим радиослушателем в эфире разобрать следующие темы. Первое самое, кто такие Купалы и Перуны. С Перуном более-менее так уже что-то становится понятно. Купала, хотя упоминался в прошлом эфире, но у нас здесь сравнительные. Купалы и Перуны. Не просто по отдельности, а Купалы и Перуны. Давай теперь будем совместно их рассматривать. Или если что-то у тебя есть, добавить по Купале, чтобы как-то еще в этот эфир его тоже ввести. Давай, может быть, и добавим что-то о Купале. Как в прошлом эфире, мне добавить нечего. Купала – это тот, кто управляет омовениями. Омовениями. Поэтому, как я уже сказал, вот сейчас у тебя там гроза, льет дождь, моет вода, сверху преображается это все громом и молнией. Все закономерно. То есть, у нас период 27 дней, вот заявлено, да, три славянских недели по древнему календарю. Девятидневные недели. Вот тот, который ты озвучил. 27 дней. Поэтому мы на Купалу, у нас начинается процесс очищения. Во-первых, как раз 7-8 июля это Солнце пошло на убыль. Очищает обычно на убывающее, там Солнце или Луну, вот чтобы уходило все ненужное. Соответственно, вот эти три недели славянские человек освобождается от всего ненужного. И как у нас там, ну, давай уже тогда по порядку, не будем забегать. Да, не будем забегать. Значит, вот ты сказал, что омовение и молния, то есть получается, Купала – это проявление олицетворения дождя, или дождь олицетворяет Купалу, а молния и гром олицетворяют Переона. И они вот так вот друг с другом ходят, неразлучные. Получается так. Ну, не всегда неразлучные. Иногда бывает просто дождь. Но всегда все-таки ждут грозу, потому что гроза, она преображает мир. После грозы всегда очень чистый, свежий воздух. Вот. И гроза является в большей степени очистителем, потому что считалось, что Перун своей грозой разгоняет черти и бесов. И становится гораздо легче дышать. Ну, вот. Таким-таким вот образом. Вот. То есть, Купала омывает водой, а Перун, он все-таки еще и преображает дух. То есть, Купала омывает тело, а Перун, помимо Купала омывает тело, а Перун дух преображает и озаряет. Хорошо. Так, разобрали. Следующий пункт, почему христианский пророк Илья установлен на день Бога Перуна. На самом деле, какое, казалось бы, сочетание христианства и кто-то называет язычество, кто-то называет ведичество, кто-то называет просто родноверие. Как здесь может быть Бог Перун и Илья Пророк? Каким образом они оказались вместе? Ну, мы уже разбирали эту тему, что когда христианские проповедники пришли и потихонечку начали прибирать власть, что нужно было сделать? Чтобы, ну, в первую очередь, купили князей, да? Вот, уничтожили волхвов. Ну, а народ-то все равно верил по-своему. Пришлось перекраивать календарь. То есть, нужно было закрыть богов и славянские праздники нужно было закрыть своими святыми, своими праздниками. Соответственно, как я уже ранее говорил, хотите найти наши праздники славянские, ведические, посмотрите христианский календарь, вот, немножко, так сказать, вот это вот верхний слой снимите, и вы увидите. Можно таким же образом христианские заговоры, их просто видно, что это был ведический, славянский заговор, просто ставили рабов божьих, вместо чад божьих, взяли там Иисуса вместо Дяши Бога, например, и все, вот он христианский заговор. С праздниками то же самое. Вот, то есть, они вместо Перуна нашего, они взяли своего воинствующего Илью, вот, и, соответственно, закрыли нашего Перуна Ильей. Вот, и так как у нас Перун являлся, скажем так, богом, завершающим дело, то есть, по нашей легенде, он завалил врата Междумирья, вот, он после Калиды завершает период, скажем так, разгула нечисти, которая выходит на Калиду в самое темное время, как раз, и он запирает зимний день Перуна, запирает и очищает землю, и здесь то же самое, то есть, он закрывал купальный сезон, вот, в Средней России. Как раз Илья на Илью, после Ильи, уже детей на речке и пруды не отпускали купаться. Считалось, что после Ильи можно утонуть. Вот, то есть, как мы уже говорили заранее, русали и вообще, вот, начало купальских праздников и вообще весенние праздники, принешение жертвоприношений духом воды, для того, чтобы не было утопленников, чтобы духи воды не утаскивали детей под воду. Соответственно, этот договор заканчивался вот завершающим праздником, Перуном, или потом его переименовали в Илью. Меня после, в детстве, после Ильи или после Перуна на пруд уже не отпускали купаться. То есть, у нас уже запрещено было купаться. Ну вот, здесь, наверное, надо еще уточнить, ты упомянул то, что специальная была подмена, причем, наверное, для того, чтобы это все приходило мягко, то не просто путем запрета это производилось, а вот просто сказали, ну вот, почитайте, ведь вы своих богов, но вы же не отрицаете других, да, давайте-ка мы вот будем и в этот день и своего бога тоже отмечать. Тем более, что Илья, пророк, он считается громобой, обложник, сухой, мокрый морковник, богатый, бараний рог, как вы только не называли, и вот в Ильин день всегда ждали бурей и грозы, то есть это могучий распределитель по христианским представлениям страшных каких-то сил природы, в том числе вот молнии, дожди, он подчинялся гром, молнии насылает на землю плодородие и так далее. То есть мы видим, что да, с Перуном очень четкое такое схождение в данном случае и мало того, ведь 2 августа считается день не просто Ильи, пророка или громобоя, а еще и в России отмечается день ВДВ. А ВДВ, да, ВДВ это ведь очень интересные такие войска, которые соединены с небом и с землей и на врагов сыпятся сверху как молнии на голову, да, и считается элита вообще войск, которые готовы умереть, но не отступить, потому что никто кроме нас, это главный наш символ и главный наш лозунг вот как раз у ВДВ, что никто кроме нас, кто кроме нас, да никто, поэтому вот хоть умри, как говорил Маркел, хоть умри, но вот стоишь, сражайся, на коленях сражайся, упал, сражайся, там без рук, венок, рывер с зубами и так далее, все равно вперед, ни шагу назад, как говорили, и вот поэтому здесь получается и Перун воинство наше всегда воодушевлял, и христиане, и Илью, пророк, который тоже воинство воодушевлял, и вот эти вот, как говорил там один, терзает мне смутные сомнения, да, вот, что как-то оно само собой вряд ли могло быть, ну ладно, оставляем Илью, пророк, в покое, понятно, что это было конкретное наложение для определенных целей, и дальше давай разбираться, что означает очищение и преображение, ну вот про очищение ты немножечко затронул, когда про Купалу сказал, а про преображение пока еще не до конца, вот давай этот пункт разберем, очищение и преображение, преображение, вот молния, она в природе освещает тьму, то есть среди темных облаков вдруг искра проскальзывает, это же если брать вот по большому, как я уже сказал, это нервный импульс, то есть у нас в нервной системе есть тоже импульсная передача, поэтому вот молния, электричество, наше электричество, внутреннее электричество, это ведь сила импульса, и вот вот эта вот молния небесная, она усиливает наши импульсы внутри, соответственно, движение импульсов внутри быстрее, и у человека происходит преображение духовное, внутреннее и озарение, то есть он может за счет того, что увеличиваются импульсы в головном мозге, он может решить задачу, которую не мог решить до этого, вот в чем заключается озарение и сила Перунова, и в то же время, если касается смелости воинской, именно ведь в чем заключается дух, дух, это когда личность способна заставить тело действовать вопреки инстинкту самосохранения, то есть настолько должна быть сила личности, сила импульсов нервных, что заставить тело двигаться против его внутреннего стихийного инстинктного движения, то есть инстинкт говорит, нужно сохранять жизнь, инстинкт самосохранения, а внутренний голос, дух говорит, нет, мы идем вперед, и он идет вперед, на танк идет с пистолетом, понимаешь, он заставляет, он переламывает движение внутренних инстинктов и выводит, то есть за счет нервных импульсов, сил этих импульсов, он заставляет тело двигаться дальше, это вот как раз пробуждение духа именно тем, чем занимается и пробуждает, что пробуждает Перу. Ну, сколько я донес, как раз хорошо, хорошо, так, быстренько и четко мы разбираем все пункты. Почему между праздниками Бога Купала и Бога Перу на 27 дней или 3 славянской недели, то есть по 9 дней? Итак, ты сказал, что между ними 27 дней или 3 славянские 9-ти дневные недели, но все-таки, да, почему, с чем это связано? Ну, почему, ничего по этому поводу сказать не могу. Это вот календарь, традиция, 27 дней, 3 недели, не могу сказать почему. То есть жесткой какой-то привязки объяснить не можешь, но вот четко 27 дней. Вот дать, да, так дать и 3 недели. Вот между Купалой и Зимним Перуном 2 недели, 18 дней, между Купалой и Перуном 27 дней, ну, по всей вероятности, летом нужно больше времени на очищение. Я так предполагаю. Точных данных нет. Ты сказал зимой между Купалой и Перуном. Между Калидой и Перуном. Калидой, да, вот, хорошо. Дальше. Почему Перун является ратной утихой нашей, почему он Бог, пробуждающий дух? Мы уже об этом сказали пару раз, думаю, что здесь все понятно. Так, и почему День Бога Перуна завершает купальный сезон в деревнях средней полосы России? Кстати, вот ты когда сказал, что можно утонуть, ведь существует так в народе несколько таких поговорок не очень приличных, скажем так. Вот здесь Светлана написала, считается, что вода становится холодной, меня бабушка не пускала, говорила, что Илья в воду как бы так приличнее выразится. То есть, как мы видим, что вроде бы святой, вроде бы христианство на Руси уже, как некоторые говорят, тысячу лет, но вот такое неуважительное отношение, оно как-то опять же наводит на какие-то смутные сомнения. А так ли сильно уважали в простонародье люди святых, так называемых, которых поставили вместо наших праздников? Ведь трудно себе представить, что уважаемого Бога или Божества, или Пророка, вот так вот будут какие-то веселенькие, такие похабненькие присказки его характеризовать в народе. У нашего народа много с этим связано и анекдотов, и присказок, и всего остального. Я думаю, что все-таки в нашей культуре и традиции, потому что она была родная, не было такого юмора, скажем так, ироничного по отношению к богам, к предкам, все-таки было уважительное отношение, уважение, почитание, братание, но не было, как сейчас говорят, стеба. А так как все-таки христианская изначально культура была не наша, это была греческая культура, то народ, конечно, частенько посмеивался. я хочу добавить, что сами священники всегда провоцировали такое отношение, то есть их поведение и сейчас не вызывает особо никакого уважения, и тогда оно было такое же. Ну, давай, наверное, так все-таки различать. Первое, что есть священники, которым всегда на Руси уважительно относились, а есть попы, которых никогда на Руси не любили, и не зря все поговорки, они такие вот ругательные или высмеющие, они связаны именно с попами. Я, например, ни разу слышал проговорку про священника, я всегда слышал поговорку про попа, потому что в русском народе слово священник, это все-таки означает что-то пристойное, что-то святое, что-то уважительное, а слово поп всегда, даже братья слеклассику, не только Пушкина, но и других, это что-то такое, ну, мягко сказать, вызывающее степот, желание постебаться, желание как-то так преизгиляться, и порифмовать не очень с хорошими словами. Вот, поэтому здесь я четко разделяю, потому что у меня есть знакомые именно священники, а есть известные мне именно попы, причем попы не только те, которые всегда в пьяном виде, в каких-то там рясах, грязных и непонятные, в слипшимися лосами, непонятно, что, бормочащие, но и те, которых часто даже показывают по телевизору, многие просто их называют попами. Вот это поразительно, что народ все-таки чувствует, где человек говорит правду, хотя, может быть, и в чем-то заблуждается, но он от себя говорит правду, как он ее чувствует, как видит, он стремится нести добро, а есть тот, который просто отрабатывает, и вот таких, которые отрабатывают, ну, пришел на работу, да, как в анекдоте, я, говорит, не на работе, о работе не говорю, да, или о работе, я, только на работе, когда спросили, а если Бог, вот, то же самое и здесь, вот в жизни, если человек чувствует, что перед ним тот, который отрабатывает деньги и которого интересует, чтобы только теплое место своей заднице прикрывать, которое бы это место, теплое место воротную задницу грело, и при этом, чтобы у него пузико было сыто, и там, и так далее, да, не будем дальше, то в этом случае его называли всегда попом, а тот человек, который всегда родил за простой народ, который всегда помогал в его беде, того называли священником, вот у меня почему-то такое представление, не знаю, как у тебя. Ну, у меня такое же, поверь, дело в том, что я просто не стал использовать этот термин поп, вот, я сказал священники, но дело в том, что посмотри, сейчас РПЦ показывает чудеса, у них патриарх на попа похож, вот в чем проблема, вот у них Алексий был священник, а Кирилл что делает, вот поэтому, ну, я вот. Ох, неблагодарно это занятие разбирать кого-то другого, ну, вот я как бы свою точку зрения выразил, если со мной согласны, то можете поддержать, а уж пальцем показывать, я думаю, мы не будем, потому что у нас народ все-таки прозорливый, и если они увидят настоящего попа, они у него будут тыкать пальцем, говорить попа, а если увидят священника, они будут заблагодарить, говорить священник, ну, вот, и еще почему, мне кажется, к священникам отношения всегда было вложить, неважно в какой конфессии, вот русский человек, он всегда к священникам относился уважительно, потому что у нас священник, это всегда ассоциировалось с ведущим человеком, с безгрешным человеком, с праведным человеком, которого была сильная, была чистая душа и сильный дух, который всегда приходил на помощь, который мудрым словом мог помочь, и в первую очередь под священником всегда предразумевали это волхвов, жрецов, а не то, что сейчас у нас получилось, сейчас наоборот, да, у нас многие кричат, жрецы, это там те мерзавцы, которые только жрали все подряд, которым там несли, которые там, вот, а священники, это вот в христианстве получилось, а когда смотришь на то, что было тогда и что есть сейчас, как задумываешься, ребята, вы не переставили местами случайно, так и не попутали ничего? Ну, ладно, ладно, давай дальше разбирать, следующее, что нам нужно понять, значит, про почему завершает купальский сезон, ты сказал, теперь давай посмотрим следующее, почему Перуна называют запирающим врата между мири, вот давай коснемся, что такое между мири, что такое врата между мири, и почему он запирает врата между мири, то есть три таких момента рассмотрим, между мири, врата между мири, запирающий, почему? Ну, в Междумирье врата это у нас в ведрах написано, что по легенде бог Перун вызволил души полоненных обманом в пекло безмерное и завалил врата Междумирья кавказскими горами и воткнул в землю сияющий меч. То есть он вот в данном конкретном случае, что касается легенды, здесь у меня нет информации, почему именно он является богом запирающим врата. Я просто констатирую факт, что вот он заканчивает купальный сезон, он заканчивает, то есть он именно вот в данной конкретной ипостаси запирает, то есть заканчивает. Что касается сияющего меча, вот он не озвучен у нас в программе, но коли уж я об этом сказал. То есть аббревиатура или этимология условная, но меч это одна из его, скажем так, ипостаси или значений, это мысль есть человеческая. То есть это именно намерение потока, намерение духа. Потока информационного, потока силового, потока духовного. И вот меч, проникающий в землю, сияющий меч, это олицетворение мудрости Перуна, которое сейчас распространяется по земле и пробуждает дух людей, пробуждает мудрость, пробуждает их родовую память и пробуждает их корни. То есть он одновременно является несущим мудрость, знание и пробуждает. То есть вот это знание, вот эта информация людей пробуждает, просыпается. То есть многие просыпаются, прочитав веды, санти-веды Перуна, узнав информацию и так далее. Вот. Почему он является запирающим, у меня по этому поводу сказать нечего. Ну ты отчасти сказал же, почему запирающим, мне кажется, потому что как раз завалил врата между мирами, а это как раз запереть запор горами кавказскими, имеется в виду. И вот здесь надо еще отметить, что не первый раз мне разные люди, абсолютно разные, друг с другом никак не связаны, сообщают такую информацию, что больше и больше в районе Кавказа находят такие интересные входы, которые явно современный человек с современным оборудованием сделать не мог. И эти входы вдруг ни с того ни с сего заканчиваются каким-то таким резким обвалом. Вот. И они разные. Есть там буквально, чтобы туда взрослому человеку залезть, а есть такие, куда может, ну скажем так, ракета Тополь, да, быть помещена. Так что кавказские горы не такие простые, как это может показаться. И здесь необходимо отметить очень важный факт. Вот смотрите, горы Алтай, горы Урал. То есть люди, живущие вот на Урале, это труженики такие, мастеровые. На Алтае там тоже очень много мастеров живет. То есть люди тоже созидатели. Посмотрите, какие влияния оказывают эти вот излучения того мира на Кавказе. Там одни воинствующие. Причем не всегда это воины. Очень часто бывают люди абсолютно озлобленные. Их воинами-то трудно назвать. Это просто, я не знаю, там, ну, в общем, не воины, а сложно сказать. То есть влияние этого мира, мира-междумирья, оно заметно на Кавказе. И это сказывается на людях, которые там живут. Хорошо. Так, ну и последний пункт, почему купалы первым летом ходят вместе, как дождь и гроза, тоже об этом мы с тобой поговорили. Знаешь, о чем мы еще с тобой не упомянули? О том, а как вообще проводит День Бога Перуна? Что это такое за праздник с точки зрения его проведения? И нужно ли его как-то отмечать? Может быть, просто достаточно сесть за столом, сказать какое-то доброе слово Перуну, вспомнить своих родичей, ну, может, поставить какие-то там кушания, да и, в общем-то, все на этом успокоится, праздник совершен. Или есть какие-то обряды, есть какие-то действия, деяния? Ну, конечно же, в первую очередь на Перуна это ратная утеха была. То есть игрище, молодецкие забавы. Это было, ну, это обязательная составляющая. Костер, хождение по углям, укрепление, то есть сияющий меч Перуна. То есть у нас, получается, во многом Перун по сценарию праздника похож на проведение купальского праздника. Вот. Единственное, что на Купалу, на свечи, которые отправляются по Ирию, наговаривается то, от чего ты хочешь избавиться. А на Перуна наговаривается то, что ты хочешь приобрести взамен. А если учесть, что как раз эти праздники практически заканчивают цикл земной, то есть новолетие у нас после Перуна, там буквально через месяц небольшим, 22 сентября. То есть это как раз очищение, преображение перед получением плодов земли, матушки, плодов в качестве материальных, в качестве идеи, в качестве развития какого-то. Поэтому Перун, я еще раз говорю, вот у нас отмечается, вот обязательно стараемся вставить молодецкие забавы. То есть вот именно ратную теху, когда добрые молодцы, славя Перуна, показывают свою молодецкую, воинскую доблесть, удаль, ну и так далее. Удаль может быть разной совершенно. Может быть ты что-то расскажешь, какие-то способы как раз проявления молодецкой удали, как ты сказал? Ну, это какие-то навыки рукопашного боя, владение оружием, сила, там бревно, например, кинуть, кто дальше кинет бревно, удаль, кто у кого быстрее шапку собьет. То есть, ну, игрищ было много всегда, и они в разных регионах по-разному проводились. Вот, но я скажу, что славяне никогда не были малохольными. Вот, рабами божьими, подставляющими щеки всем, кому не попадя. Славян с детства учили к кулачному рукопашному бою. Вот, и славянин всегда мог за себя постоять. Я, кстати, помню, в своей юности редко неделя проходила без драки с соседской деревней. Вот, мы так тренировались, и в городах, там улица на улицу ходили, район на район. Ну, вот, единственное, что иногда, конечно, этим злоупотребляли, использовали там не совсем подходящие предметы, то есть, калечили там друг друга. Но в Беларуси, например, палочные бои сохранялись очень долго. Вот, вплоть до революции. Именно палочные бои. То есть, когда бились со всей силы на палках. Ну, вот, поэтому у нас всегда уделялось большое внимание воспитанию мужчины как воина. Вот, потому что чем бы ты ни занимался, в любой момент эти качества могли тебе понадобиться. Вот, и на Перуно как раз ребята молодые могли девушкам показать, что они умеют. Ведь, как у нас проходило знакомство, очень часто устраивались специально такие праздники показательные. Для девушек устраивались ярмарки, где они могли показывать свои рукоделия. Когда прямо целыми рядами сидели девушки своими поделками. И прямо сидели, занимались. И можно было ходить по рядам и смотреть, какая рукодельница какими талантами обладает. Вот. Точно так же на вот таких вот игрищах и на Красногор, и на Каледу, и на Перуно. Девушки могли посмотреть, на что способны парни. И уже из них присмотреть себе любого, так сказать. Ты когда сказал так, что малахольные ходят и подставляют щеки. Ну, ударь меня, пожалуйста. Ну, по левому, ну, по правому. Ты уже бил. Ну, еще разок. Да, как-то так стало и печально, и смешно. Ну, конечно, аутрируешь в очередной раз, но смысл понятен. Так, хорошо. У нас есть вопросы, которые поступают в чат Народного славянского радио. Напоминаю, чтобы в чате вам задать вопрос, необходимо зарегистрироваться. Для этого вам нужно на сайте Народного славянского радио найти слово «чат». До этого вам нужно сначала найти само Народное славянское радио. Для этого в любом поисковике так и набирайте «Народное славянское радио». Попадаете на сайт slavomir.org, ищите слово «чат», нажимаете на него. Если еще не регистрировались, придумывайте себе логин, пароль и указывайте e-mail, куда вам будут приходить технические письма. После этого можете пользоваться, общаться с друзьями. Пользуйтесь чатом, имеется в виду, общаться с друзьями и задавать вопросы в живые эфиры. Если вдруг у вас появляются вопросы вне живого эфира, до него или просто уже после него, то, опять же, есть форум обратной связи на сайте. Можете на него войти и записать письмо к нам в редакцию. Итак, вопрос, который из чата поступил от Владимира Ильича. Дорислав, зачем, заявляя тему программы «О наших богах», рассказываешь про христианские параллели? Нельзя ли христианство предать забвению? Ну, у нас же заявлено, Илья Перун, поэтому и пришлось провести параллель. Вот так вот. Ну, а что, можно, конечно, предать забвению. В следующий раз так и сделаем. Но у нас в программе, что именно Перуна перекрыли Ильей Пророком. Поэтому и... Дорислав, а смысл забвению предавать? Наоборот, мне кажется, надо об этом помнить всегда и, наоборот, раскрывать все, что происходило. Ведь кто свое прошлое забывает, тот неименуемо вляпается во что-нибудь в будущем. Поэтому, мне кажется, здесь необходимо... Это наше, во-первых, давайте так рассуждать. Во-первых, это часть нашей истории, часть нашего прошлого, где было вполне очень много достойных людей. Вот давайте с этого относиться так. Есть много людей, которые себя считают христианами. Поэтому, что же мы так выкинем целый пласт нашей истории? Мы скажем, что это все плохо и совсем-совсем не так, как должно быть? И скажем нашим сородичам, что вы какие-то там недоумки, что ли? Мне кажется, это неверно. Наша задача – объединять людей. А какую там он занимает точку зрения с точки зрения религии – это уже его личное дело. Это первое. То есть в этом даже смысле забывать нельзя. А второе, если там в чем-то... Не там в данном случае, а в чем-то, вот я так обобщаю. Если в чем-то в нашей истории было что-то плохое, наоборот, это надо помнить. Даже с этой точки зрения. Потому что даже плохой опыт – это самый дорогой опыт. Если ты его забудешь, то он повторится снова. Поэтому, если кто-то считает, что христианство плохое, тем более забывать нельзя. Если кто-то считает, что там было что-то светлое, хорошее, тоже нельзя забывать. Если кто-то осознает, что это часть нашей истории и много людей, которые в христианстве были или отношения к христианству имели, то совсем это нельзя забывать. Так что давайте со всех точек зрения смотреть и, наверное, так однозначно не говорить о том, что давайте-ка мы вот это забвению придадим, давайте-ка мы вот это выкинем. Ну, ну что, мы отрежем часть своей, например, руки и выкинем только из-за того, что что-то на этой руке было такое, что нас не устраивает. Ну, муха села, например. Что, что, отрезать себе палец, что ли, куда она села? Это муха. Поэтому, мне кажется, да, надо более нетолерантно относиться, то, что толеранность, сами понимаете, к чему приводит, да, толерантность – это терпение к чужеродному, а именно относиться осознанно, пониманием. Мы же взрослые люди, мы себя позиционируем как ведущие люди. А раз ведущие, так и соответствуете тогда этому, а не просто так называйтесь кем угодно. Ладно. Друзья мои, вы знаете, я вот еще, мне как-то один раз задали вопрос, мне частенько приходится просто по, так сказать, по должности общаться с христианами, с представителями христианства. От этого никуда не денешься, это диалог межконфессиональный. Вот, и необходимо отстаивать, хорошо знать свою позицию, уметь ее отстаивать, но при этом нужно хорошо знать оппонента. Если вы не знаете оппонента, сложно будет с ним общаться, находить общий язык. Мне однажды спросили, вот вы вот язычники, староверы, вот у вас много богов, вот у нас один Господь, нам все понятно. По всем вопросам к нему. Вот, как вот у вас. Я говорю, а вы знаете, когда ребенок идет в первый класс, то с первого по четвертый у него тоже один учитель по всем предметам. А когда он переходит в четвертый класс, в пятый, у него уже на каждый предмет свой учитель. Но при этом директор школы-то тоже один. То есть, все это, школа, то есть, шкала, это все ступени роста. Вот и все. И многие проходят через все эти ступени даже за одну жизнь. Там побывают, тут побывают, в итоге найдут себя там, где им комфортно. По своему развитию души. Согласен, согласен. Так что не надо ничего забывать, надо все помнить, потому что это неизвестно, когда пригодится. И тем более, если вы знаете, чем ваши родичи еще увлекаются, что их еще интересует. Но это же плюс вам. Вы не оставляете без внимания своих родичей. Вы отслеживаете, что происходит в мире, что у них происходит и так далее. А вот когда кто-то не интересуется, чем занимаетесь вы, это говорит об его уровне. Ну, надеюсь, что все-таки ваш уровень повыше, чем чей-то. И поэтому вы с пониманием относитесь к тому, что происходит. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дорислав. Как ты относишься к такой расшифровке имени Перунка? Первая руна и слова империя имением Перуна. Имеет ли это право на жизнь? Такие версии, по твоему мнению. И есть ли в приведенных примерах зерно истины? Благодарю. Ну, первая руна мы же развучивали, что это как ипостасть Перуна, несущего знания, мудрость и дух пробуждения, именно самопознание и мудрости предков. А империя, ну, это же не наше слово. Насколько я знаю, это слово латынское. И как оно правильно переводится? Имперический. То есть, как правильно? Я не знаю, к сожалению, как это слово переводится с латыни. Но это слово-то не наше. Поэтому Перуна здесь, мне кажется, нет смысла даже близко ставить. Хорошо. Ну, какая-то, в общем, версия. Может быть, как версия имеет право на жизнь, знаешь, с какой точки зрения. Латыняне многое взяли от нас, от одного из наших родовых направлений, от этрусков. И поэтому однозначно отвергать что-либо. Вот я бы не взялся. Но с точки зрения того, как это трактуется в современном переводе, что означает империя, то как-то с именем Перуна пока в моем сознании не вяжется. Но, может, я просто чего-то не знаю. Разберемся. У нас вообще сейчас сложно этимологией заниматься. Все говорят, традиция, русская традиция. Вроде слово, можно сказать, исконно русское. На самом деле, это же греческое слово, которое означает передачу. Неважно чего. Или трапеза, например. Трапеза тоже означает стол. А мы говорим, добрый стол тебе. То есть, доброй трапезы. Поэтому, друзья мои, прежде чем заниматься этимологией, давайте сначала узнаем корни слов. Откуда они пришлись, с какого языка. Ну, согласись, по трапезничаем, по стольничаем. Это звучит хорошо. Хорошо звучит. Хорошо. А вот слово традиция, когда говорят, что это не наше слово, здесь тоже как-то я думал, а почему не наше? То, рад и ц. Так, вот если мы с этой точки зрения, то рад, да, рад, как-то оно более наше. Но если убираем какие-то буквы, получается просто традиция. И тогда, да, непонятно, что это такое. Но вот это, рад, там как-то можно, можно уязать, опять же, что греки, у них же все есть. Откуда у них все есть? Ну, потому что много что брали откуда-то. Ну, вполне возможно, что когда-то где-то что-то они услышали, похоже. Ну, понравилось им это. Ну, что же делать? Пифагор – это сын Пифии. Да, Пифии брали только славянок служить в Дельфийский храм. То есть греки там и близко не стояли. И греки вообще любили, у них посмотрите образы богов. Все славянские. Нет горбоносых, вообще близко даже. Поэтому эту культуру просто изначально греческую культивировали Дорицы и Хорицы, которые спустились от ледника. Поэтому греки после своей, скажем так, культуры древней больше не родили ни одного гения. Ни Платона, ни Сократа. Белые рождают периодически гениев. А вот греки как-то, кроме как жить там в Греции и делать вино, особо больше ничем не отличают. Не, не, оливки еще хорошо выращивают. Апельсины, да, оливки. Ну, хорошо. Но, во всяком случае, мне нравилась одна такая интересная версия. От Чудинова ее слышал, Валерий Алексеевич. Он сказал, что греки вообще-то как-то гараки. Это люди, которые жили на горах, спускались. И потом там им набивали по заднице, чтобы они не таскали овец до быков. Они сразу тиранами обзывались, их убегали опять себе на горы. Вот, да. А если так проследить-то, в общем-то, горные места-то. И, в общем, когда мы начинаем сравнивать, так Грецию разбирать, мы видим, что там разные, как и в Италии, разные присутствуют. Кто-то светленький, кто-то такие темненькие на вид, да. У кого-то носик такой прямой. У кого-то такой, как я говорю, греческий нос, да. Ой, римский нос, да. Как вот смотришь, у белорусов у многих такие вот, так вот нос прямой, и все хорошо. А у кого-то такой с горбиночкой, у кого-то прям загнут, да. И как-то цвет кожи такой темноватенький, волосы вьющиеся, темные. Не думаешь, вот как там перемешалось. Вот есть равнинные люди, светленькие такие, вот хорошо. И фамилия у них какая-то, например, там одного спрашивают. Светлый сидит итальянец, и он спрашивает, как ваша фамилия? Он говорит, Севериня. Он говорит, как Севериня? А вы знаете, что значит слово Севериня? Не, говорит, не знаю. А вот если слово Север, там, о, говорит, теперь я понял, откуда мои родственники. А то я смотрю, на других не похож. То есть объяснили, что на самом деле он потомок этрусков. Ну так вот, возвращаясь к грекам, там же все-таки горы-то присутствуют. На самом деле, я так думаю, что племена горные, о чем ты так очень мягко упомянул, они как-то вот часто жили на горах. Ну, может быть, от того, что нечего было делать или нечего было взять, но спускались вниз, брали, что им хотелось. А потом, если их догоняли, то им потом не хотелось долго. Вот. И они, значит, вот с гор спускались, потому были гараки. Вот тебе и стали греки. А когда там происходили какие-то события не самые интересные, то получилось, что вот эти вот гараки, они уже стали теми самыми греками. А надо было как-то страну назвать. Ну, не будешь ты называть ее страной, например, там, Росенов, да, или кого-то еще. И назвали так. А, пускай будет Греция. И с тех пор в Греции почему-то все есть. Но, как ты сказал, гениев там чего-то не очень много в последнее время рождается. Да, небогата природа греческая на гениев. Вот в современном виде. Ладно. Хорошо. Хорошо. Дальше читаем Алексей Тарасов. Вопрос в эфир. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Что произошло в Подмосковье 13 июля? Ураган с молниями. Но грома не было. Что за сражение в Сварге происходило? В поселке Колюбакино церковь крышу снесло. В прямом смысле слова. Кстати, я был в Колюбакино. Хорошее место. Такие люди там душевные. Кресты погнуло. Дома посносило. Но почему-то выборочно. Перу я погулял. Моей деревне тоже коснулось. Хорошо. Хорошо, что вовремя сосед тополя спилил. А то не стало бы моего домика. Упала только яблонька. Как вы думаете, что происходило? Мое предположение, что была своеобразная зачистка. Алексей Тарасов. Ну, друзья мои, вы же не забывайте, что мы же живем в стихийном мире. Есть вот стрибок, то есть Бог, управляющий стихией воздушной. А есть стихия воздушная. И она не всегда ему подчинена. Поэтому она сама по себе гуляет. Когда у человека горит дом, это же не семаргал огневок у него забирает этот дом. А стихия огня поглощает. Вот. И очищение разное бывает. Понимаете? У стихии, например, лес, стихия леса, живет своими устоями. А воздух живет своими устоями. И дереву приходится всегда укреплять свой ствол, чтобы его стихия воздуха никуда не сломала. Стихия воды не вымыла. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть, как стихия. Ведь стихии... У них совести нет. У них рассудка тоже нет. У них есть равновесие. Вы когда-нибудь обращали внимание, как живут животные? Ну, если немножко есть желание, я расскажу. Просто не по теме. Да, расскажи, расскажи. Обратите внимание. Кабан. Дикий кабан. Вепрь. Каким образом они живут? То есть, природа устроена таким образом, что там инстинкты друг друга уравновешивают. Это у нас есть связь с божественной правью. Соответственно, есть совесть, есть выбор. А у животных такого выбора нет. У них есть инстинкты, есть программы, по которым они живут. Возьмем кабана. У кабана есть несколько основных инстинктов. Первый инстинкт – это размножение. Второй – охота. Третий – защита территории. Не говорю про сон, про пищу и так далее. Приходит момент размножения. То есть, в природе происходят события, которые включают программу размножения, например, у диких кабанов. Весна. Самка с кабаном спаривается. Все, после этого они расходятся. Потому что у кабана нет отцовского инстинкта. Вот у некоторых животных есть отцовский инстинкт, а у кабана нет. А у самки есть материнский инстинкт. Поэтому самка кабана, когда ей приходит время рожать, она уходит отдельно от стада, делает логово, рожает там кабанят и растит их отдельно от стада. Почему? У кабана есть территория охоты. То есть, он видит только спектр охоты. Вот корни, мелкие грузуны, трава. На крупную дичь кабан не охотится. Соответственно, он и не видит. Вот. Если он в этот момент встретит своих кабанят, он их съест. Они для него не представляют никакого интереса, кроме как пища. Соответственно, чтобы кабан не съел кабанят, ему в противовес становится материнский инстинкт. То есть, самка кабана, свинья, она его не подпускает близко к логову, чтобы он не видел кабанят. Соответственно, у нее как происходит? Когда кабанята дорастают до определенной степени, они начинают потреблять столько молока, что у него ее уже не хватает. Это для нее сигнал к тому, что их можно вводить в стадо. Как только они вырастают из зоны охоты кабана, все, он на них уже не охотится. Они уже более крупная дичь. Соответственно, он их принимает в свое стадо и начинает их охранять. И вот таким образом увязана вся природа. И все стихии, как раньше говорили, вода тушит огонь, но огонь нагревает воду. То есть, взаимодействие стихий происходит, как стихии уравновешиваются. И здесь разгул стихий бывает порой очень сильный. Но наши предки, взаимодействуя с нашими богами, которые управляют стихиями, как раз могли управлять стихиями, в отличие от нынешнего человечества. Но нынешнее человечество тоже научилось управлять стихиями. Мы знаем про климатическое оружие, которое можно вызывать и наводнения, и ураганы, и землетрясения. Это уже не секрет. То есть, человек уже вернул опять свою способность управлять стихией. Только раньше это было естественным путем договора. Сейчас это в основном путем насилия. То есть, когда ставят аппарат, и не важно, что там происходит в природе, какие там сбои могут быть, не вникая абсолютно в этот механизм природный взаимодействия дождей, гроз, ветров и так далее, начинают, например, разгонять тучи или вызывать ураган, а потом получают наводнение или ураган где-нибудь в Америке. Но и еще очень важный момент. Матушка-Земля – это стихийное существо, живое. И если бы ей позволили, то она бы человечество сбросила, она бы его не держала на себе. Вот как лошадь или конь – изначально это животное, стихийное существо. Если его не объедеть, и потом не одеть на него узду, сдерживающую его, он не будет человека возить на себе. С матушкой-Землей – точно так же. Поэтому раньше были волхвы, хранители перевалов, лесов, рек, озер. Посмотрите, что произошло. И они в дальнейшем просили, чтобы их захоронили на этой территории. И их дух оставался хранителем на данной территории. Посмотрите, что произошло на Алтае, когда выкопали алтайскую принцессу. Там начались землетрясения. До этого ее дух сдерживал эти землетрясения. Как только ее выкопали, там у них начались проблемы. И чтобы это все понять до конца, нужно, конечно же, знать природную магию, понимать все эти процессы. Мы раньше обладали этим знанием. Но вот сейчас надо восстанавливать все. Ты сказал про то, что наши пращеры, наши предки в древности могли и так далее. А ведь многие люди современные, будучи русскими людьми, отвергают то, что у нас было какое-то древнее прошлое. Многие отвергают то, что у нас вообще были какие-то другие времена, какие-то верования или религии, кто как называет, кому как более привычно, до христианства. Многие считают, что единственное, что это христианство нас всех спасло, единственное, что это христианство объединило разрозненные воюющие друг с другом слабые племена, и благодаря этому появилась в конечном итоге Русь. То есть отвержение своего прошлого, оно сейчас как-то у многих сквозит. Я не знаю, с чем это связано. То ли нормандская теория так сильно продвигается, то ли учебники школьные, в которых нормандская теория, это была изложено, так до сих пор влияют на людей. Но вот факт остается фактом. Люди просто отказываются верить, даже предположить, не то чтобы верить, даже предположить в том, что когда-то, более тысячи лет назад, здесь на Руси что-то было такое вменяемое, понятное. Им кажется, что наши предки – это какие-то дикари, которые непонятно, чем здесь занимались. И если бы не апостолы, не просветители, то так бы мы здесь вот в этой грязи бы и копались. Алексей, вообще есть такое понятие, как логическое мышление. Но опять вернемся к теме, которая, может быть, не совсем кому-то приятно слушать. Ну, давайте возьмем историю возгновения христианства. Где оно возникло? Оно же возникло в катакомбах, в пещерах. У них храмов там не было никаких, архитектуры не было, никакой культуры, ничего не было. Откуда они все это взяли? Они же это все приобрели где-то, они же этому всему научились. Поэтому говорить о том, что христианство сделало нас культурными, ну, честно говоря, я вот могу сказать только то, что есть смена эпох, есть зима, весна, лето, осень, есть день, ночь. И в каждую эпоху процветают, развиваются те или иные культуры. Вот, соответственно, в эпоху Мары, вот, процветает данный, скажем так, вид культуры. Вот, другая культура спит. Ну, то есть есть дневные хищники, есть ночные хищники. Вот, и вы знаете, когда наступает ночь, если кто-то родился ночью и никогда не видел белого дня, то он так и будет говорить, что мир темный, и там больше ничего нет. Тот, кто родился днем и никогда не видел ночи, тот скажет, нет, ночи не бывает, только есть свет. Понимаете, мы существа, которые, если бы мы могли жить, например, ночь сварога и день сварога, да, могли бы знать личности наши. Души-то наши живут, а вот личности не всегда готовы и зрелы услышать то, что идет изнутри. Соответственно, если мы не можем увидеть ночи сварога и дня сварога и отличить их, ну, соответственно, оттуда и такие мысли о том, что не было этой эпохи, и все. То есть, никогда человек не видел ночи, и он скажет, что нет ночи, я ее никогда не видел, я ее не знаю. Вот, там комар, который там, или какой-нибудь насекомый живет два часа днем, никогда не видел ночи, и ему трудно объяснить, что она вообще была и что она есть. Вот, это такой один пример. А второй пример, ну, вы знаете, когда дети растут, у них тоже бывают разные отношения с родителями. Сначала они их любят, вот, потом они с ними спорят, доказывают свою правоту, потом у них в подростковом возрасте начинается отстаивание своей точки зрения, они там смогут с ними ругаться, отвергать, некоторые даже отказываются. Потом приходит зрелость, мудрость, и они начинают понимать родителей, то, что они делали для них, и наоборот, начинают признавать их авторитет и мудрость. Так что, здесь все, опять же, процессы роста. А вот с теми людьми, которые так рьяно защищают теорию против себя же самих, потому что, почему против себя же самих? Дело в том, что, к примеру, у хрюшки рождаются поросята, у волка – волчата. И понятно, что волчья ягода яблочко не принесет, да? А на маленькие ананасы не вырастут. Так вот, если кто-то считает, что его предки были вот такие безродные, не пойми кто, то в этом случае вопрос, а вы сами себя безродным считаете вообще или нет? Так вот, с такими людьми, которые себя считают, опустили свое создание до такого низкого уровня, считают, что их предки были ничто, и звать их было никак, как с ними в этом случае общаться? Что просто сказать, ну, Бог с тобой, пускай тебе будет счастье, живи и радуйся, или как-то так с ним вступать в разговоры, что-то ему объяснять? Алексей, ну, нужно же понимать, пропаганда действовала не одно поколение, не одно столетие. Вы знаете, если человек, маленький ребенок вырастает в волчьей стаи, то он больше никогда не становится человеком. Он становится волком. Вот, он, ему прививается именно эта, скажем так, информация. Вот, и здесь, если на протяжении многих, там, десяти веков, можно сказать, да, и многих сотен поколений, из поколения в поколение прививалась одна и та же мысль, что вы ничто, и что мы вас спасли, то, конечно, люди так и думают. И они считают, что больше ничего никогда и не было. А начинают думать по-другому только те, у кого дух и суть достаточно зрелые, и способны уже, вот, память просыпается, и они верят себе, они доверяют себе, и они говорят, что, ребята, вот вы что-то здесь лукавите. Почему-то письменность придумана Кириллом и Мефодием, да? Ну, хорошо, ладно. Настолько были гениальные греки, настолько гениальные, которые создали целую азбуку, создали буквы, звуки, образы. Ну, это просто гениальные греки. Просто, ну, очень сложно вообще. И самое интересное то, что греческий алфавит начинается, альфа, бета, так же как еврейский, алиф, бет, гимель, а здесь почему-то азбуки, веди, да, церковнославянские. Удивительные люди, удивительные. Как могли так? Оказывается, они просто книжки-то христианские перевели на древнеславянскую буквицу, и все, вот в чем заслуга-то, понимаете? Поэтому с такими людьми, вы знаете, и Грегор делает свое дело. И с фанатиками вообще очень трудно общаться, у них логика порой, и вообще какая-то критика отсутствует. Поэтому иногда, вот, начинаешь общаться с человеком, да, и понимаешь, что, ну, не с кем общаться-то, по большому счету. Да, согласен. Вот когда ты привел такой пример, интересно, на самом деле ведь многие не задумываются, ну, как же так? Ведь у греков очень простой алфавит, очень простой и, ну, в некоторых случаях даже вообще примитивный алфавит по сравнению с русским, с славянским. Да, ну, даже дело не в этом. Вот, и получается, что почему-то для более примитивных людей, с их точки зрения, ведь тут же варвары жили, да, люди, жившие в землянках, непонятно, что делающие, и вдруг для этих более примитивных людей создается более мощный и образный язык, где и буквы, и буквицы являются и числами, и образами, и они в определенной последовательности идут, и там прописные истины в них заложены, что в греческом, откуда они пришли, это все отсутствует. Вопрос, зачем нужно было так себя отруждать для более примитивных существ? Да, и вообще возможно ли такое примитивное, вот то же самое, что сейчас взять, например, начинающего программиста, да, который только-только основывает, начинает постигать основы программирования, и здесь он приходит к профессиональному программисту и дает ему вообще такую программу создает, в которой он сидит и не может даже разобраться. Разве может такое быть вообще? Мне кажется, такое в принципе даже не может быть. Ну, ты знаешь, здесь должна быть уже включаться логика и мозг, а если мы имеем в виду фанатиков, то вот фанатизм отличается от нефанатизма тем, что у фанатиков мозги, они уже, в общем-то, не работают, у них есть некое такое клише, по которым они мыслят, шоры, за которые не могут зайти, и ограничители. И вот в том случае, если информация превышает вот эти все рамки, которые я назвал, то она не может уже уместиться вот в этих ограничителях, уже за шоры выходят, он просто ее не может воспринять. А если эта информация настолько очевидна, настолько мощна, что уже деваться даже никто, просто перегорают предохранители. Вот это, к сожалению, есть. Ну, может быть, я вот так думаю, но ведь все же здесь происходит не просто так, и, как говорится, без веления или воли богов ни один волос с твоей головы не упадет. И если это происходит, значит, это для чего-то нужно. И нам, людям, стремящимся быть ведущими, наверное, в этом нужно разобраться. Раз это есть, и раз для чего-то это нужно, значит, это надо принять, как оно есть, осознать, для чего это здесь это есть, и, сделав определенные выводы, жить так, чтобы это было в лучшем случае как просто наглядное пособие для того, чтобы становиться азами на этой земле и для того, чтобы потом можно было куда-то дальше идти развиваться. Это, наверное, так. Если же мы не наследники богов, если у нас с головами что-то там не то, то в этом случае, наверное, тогда мы постоянно будем ныть, конючить. Нас кто-то тут уничтожает, нас кто-то тут обижает. Ну, да, для тех, кто не наследники богов, для тех, кто ничего не имеет, вот это сам подходящий способ. Но в этом случае о каком вообще ведическом наследии вы говорите? Существует специально для вас сделано несколько вариантов религии. Выберите подходящего для вас, и вот там можете днями, ночами плакать, можете молить о здоровье, молить о хорошей доле какой-то и так далее. Вот эти уже все стадии для вас разработаны, осталось только включиться. Ежели для вас это тесновато стало, и вы хотите разобраться, ну, перестаньте первым делом, что перестаньте конючить, перестаньте ныть, перестаньте постоянно жаловаться, стянать и становитесь хозяиной своей земли. Хозяин что? Который не плюет на землю, на земле содержит порядки, который не обижает тех, кто живет рядом, и так далее и тому подобное. Вот тут такой хозяин. На мой взгляд, это вполне реально, если человек становится человеком. Ну, как мне в свое время объясняли, я тоже задавал себе вопрос, вот, ну, как же так? Ну, почему? Если славянская культура, волхвы обладали знаниями, умениями, даже вот мультфильм, князь Владимир, и то волх показан сильный, именно учитель волх, крив же потом поменял, скажем так, качество, но ведь волх обладал знанием, вот, и обладали, умели, знали. Как же так произошло, вот такое угасание культуры? И все было очень просто. На самом деле, когда мы ложимся спать, ведь ночь сварога, да, эпоха Мары, когда мы ложимся спать, у нас тело работает автоматически, то есть одними инстинктами. Если вы с вечера легли спать, и у вас проникла вовнутрь зараза какая-то, то организм не справится с ней сам. Он с ней справится только тогда, когда вы проснетесь, осознаете эту заразу, и примите какие-то лекарства. Вот ночью, почему мы спим, когда мы спим, сознание отсутствует, никакой совести, соответственно, речь не идет. Поэтому у нас есть круголет, числа Бога, он передан нашими предками, и там очень подробно описано, как стихия, в которой мы живем, влияет на нас в тот или иной период, и какие качества она в нас пробуждает. Так вот, эпоха Мары, вернее, эпоха Лисы, покровительница Мара, именно в эту эпоху на нас влияет стихия таким образом, что пробуждает в нас такие чувства, инстинкты, как нечистоплотность, обман, хитрость, воровство, единоличие, то есть в точности с теми качествами, которые проявлены в таком существе, таком животном, как Лиса. Соответственно, Мара, сияющая мать, она как раз помогает человеку в себе пробудить чувства противоположные, то есть сбалансировать с помощью прави вот проявления этих инстинктов. Соответственно, вот эпоха Мары мы пришли к тому, что у нас загадили свою планету, свою землю, разделились все, обманываем, врем. Вот человечество в эпоху Мары и себя так, соответственно, и ведет. А если учесть, что еще и ночь сварага, то есть влияние вселенских светлых из центра галактики к нам не поступает, а так как мы на периферии, мы вообще отрезаны. То есть вот у нас разгул стихии. Ведь почему происходит преступление на земле? Почему человек идет на преступление? Только потому, что его личность без связи с правью и совестью не способна противостоять инстинктам его же собственным. Потому что инстинкты это силы природные очень мощные. Им подчинены все живые существа, в том числе и мы. И вот если мужчине не хватает внутреннего устоя правей совести, он начинает ходить налево в соответствии с инстинктом. У мало кто из животных живет супружескими парами без измен. Соответственно, у них есть период спаривания, когда они спариваются и расходятся. Вот основная масса населения сейчас так и живет. Они подвержены этому инстинкту. Инстинкт охоты. Когда волк гонится за оленем, у него не возникает проблем с совестью, он так охотится. Когда предприниматель душит своего соперника, у него тот же самый инстинкт. И вот здесь очень важно, то есть человек, душа, которая проявляется явный мир, а так как у нас все-таки есть преемственность воплощений в нашей традиции, мы рождаемся не один раз на землю, соответственно, существует возраст души и его качества, сословия, то молодая душа, попадая в явный мир, полностью подвержена инстинктам. И соответственно, она живет только инстинктами. Более зрелая душа уже способна противостоять инстинктам, то есть сбалансировать божественное правь и совесть в человеке, сдерживать его инстинкт. То есть он захотел налево, а ему инстинкт говорит, на единую жину должен, этот правь говорит внутри, совесть, на единую жину должен муж посягать. Он опять налево захотел, а ему хочешь изменить судьбу, сходи налево. Дело в том, что женщина мужчину питает через второй центр и вносит изменения в его судьбу. Она же через него реализуется. Соответственно, хочешь сходить, хочешь изменить судьбу, сходи налево. Он такой думает, да ну. Хочешь год жизни отдать, сходи налево, да ну. И вот этот вот правь и знание, и мудрость, они начинают баланс держать. И он уже думает, да нет, лучше уж я со своей любимой останусь, не пойду налево. Вот. Точно так же со всем остальным. В эпоху Мары как раз разгул. И здесь во многом, когда совесть спит, приходят именно жесткие культы, которые говорят, только вот так, шаг влево, шаг вправо, расстрел, без всяких отступлений. Потому что по-другому стихию эту. Вы представляете, в детском саду дать демократию. Там никто спать не будет, есть никто не будет, и там будет полный разгром. Вот. Вот и все. Ответы на самом деле очень просты. То есть жесткие грегоры, они для молодых стихийных душ, у которых нет права на выбор. Только вот так и никак по-другому. Те, кто вырастают из этого, как ты сам сказал, тесно становятся, те совершенно спокойно начинают искать свою культуру, восстанавливают ее, становятся богами, творцами. И самое интересное, ты знаешь, Алексей, тебе кто-нибудь мешает жить? Если мне кто-то мешает жить, я разбираюсь, почему, и делаю некоторые изменения своей жизнью. Вот и все. У меня то же самое. Когда я сейчас слышу такие вопросы, а почему так? Вроде бы в 12-м году закончилась вот эта вот ночь, началось утро сварога, а мы как жили вот в этой гадости, так и живем. Ну, во-первых, мы не как жили, а мы живем. Много изменений стало происходить, просто каждый эти изменения видит по-своему. Кто-то видит изменения только негативные, а кто-то видит, что через этот негатив идет выплескивание остатков, и просто это конвульсия уже. Это первое. То есть изменения уже наступили. Просто смотрите правильно, наблюдайте, что происходит. А во-вторых, а почему люди, которые воспитывались вот там, они должны резко измениться. Они же воспитывались там, они же наработали вот этот весь негатив себе. Их вот эти телесные оболочки, скафандры, биороботы, они уже запрограммировали себя жить так. Отвечать злом на зло, думать негативно, смотреть, что у кого происходит, что вдруг там кусочек перепадет, там что-то у соседа стырить и так далее и тому подобное. Позавидовать кому-то, что-то отнять. Как эти скафандры, наученные выживать в этой ситуации вдруг ни с того, ни с сего, в новом, будут себя проявлять по-новому? Нет, они себя будут проявлять по-старому, но поскольку уже и вибрации, и энергии, и все вокруг стало меняться, то в этом случае и те действия, которые тогда, казались бы, не вызывают каких-то серьезных проблем. Ну, да, что-то иногда там неудобно, может быть, как там грабли там дадут полбу, но не так критично. Сейчас это стало проявляться в большей степени. Вроде бы и украл не так много, как тогда украл, а отвечать приходится больше. Вроде бы и подумал примерно столько же плохого про соседа, сколько и в этот раз, сколько и в прошлый раз, а к тебе пролетело больше плохого. Вроде бы сделал столько же, сколько и в прошлый раз. Тогда ничего не случилось, а сейчас случается. Вот вам ответ. Или вы начинаете переделывать себя, перепрограммировать свое сознание, именно дрессировать заново вот эту человекообразную обезьяну, которую вы видите в зеркале и включать в ней царя в голове наконец-то, то есть того человека, который должен быть азом. И эта обезьяна будет наконец-то в человека превращаться, то есть перестанет негативно мыслить, перестанет гадить, перестанет слова какие-то сквернословные произносить не к месту и перестанет сама себя программировать на уничтожение. Вот тогда вы будете становиться человеком, приспособленным к новым условиям жизни, к рассвету, а не к ночи, когда это все сходило с рук. Вот они изменения. Просто наблюдайте за собой. Сейчас все более ярко проявлено. И если вы позитива не видите, а видите только ухудшение, это говорит о том, что вы не включили царя в голове. И вы на сегодняшний момент это, к сожалению, та самая человекообразная обезьяна, которая себя считала человеком. Нет, друзья мои, это только часть человека. Это только физическая оболочка. Вы, как человек, это нечто более серьезное. И вот сейчас вы, как человек, должны эту обезьяну начать дрессировать, чтобы никакой гадкой мысли, никаких гадких позывов через осознание, через разъяснение этой же обезьяни, что если ты сделаешь это, тебе будет плохо и это. Сделаешь это плохо, тебе будет и это плохо. Обезьяна, она всегда боится чего-то плохого. обрыв связи. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2016 года среда, по одному из старинных 26 день месяца получения даров природы 7524 лета понедельник. Мы разбираем тему День Бога Перуна. Дарислав Стариков главный соведущий. Меня прервал интернет, такой злобный дядька интернет в том месте, когда я рассказывал про то, как себя ведет обезьяна и что с этой обезьяной делать. Под обезьяной я напомню всем, что я имел ввиду ту часть нашего бытия, из которой состоит в частности человек. То есть есть сознание, есть высшее сознание, то есть царь в голове многие называют или тот, кем является сам человек с точки зрения божественности. А есть физическое тело, некий скафандр, предназначенный для существования на этой земле, человекообразный такой. И вот если царь в голове не включен, то это существо не может называться человеком, это человекообразная именно такая обезьяна. И очень часто жалуются люди, ну как же, ночь сварга прошла, и вот все равно люди творят какие-то гадости, дряни. Я успел сказать, что интернет позволил вам услышать, что я сказал, что они творят то же самое, что и делали раньше, поскольку их человекообразное существо, обезьяна, на это было запрограммировано, это тело было запрограммировано, и поэтому оно продолжает творить то же самое. Но тогда это все с рук сходило, а сейчас уже ответная реакция идет быстро, моментально. И дальше это будет еще усиливаться. То есть подумал плохо, 10 раз хуже про тебя подумает. Сделал что-то плохое, 10 раз больше плохого к тебе вернется, пролетит. И так далее. Так вот, для того, чтобы сейчас человеку начать жить по-новому, уже в новой эпохе, необходимо учить эту человекообразную обезьяну, которую мы часто видим в зеркале и думаем, что это человек, это только часть человека, учить чему-то хорошему. То есть плохо не думать и главное объяснять, что если ты подумаешь плохо, тебе будет плохо, про тебя плохо подумают. Плохого не делать, потому что ты сделаешь плохо, тебе сделают плохо. Плохо не мыслить, потому что мысль, она вот создает вокруг тебя нечто, и это потом материализуется. И когда вы этому человекообразному существу, биороботу, если хотите, биокомпьютеру, который внутри черепушки находится, этого биоробота, объясните, а он может все понимать только с точки зрения вот что-то доступного, понятного ему, когда вы понятным языком это все объясните, что не надо так делать, не надо так мыслить, не надо так говорить, то в этом случае вы будете начинать его перепрограммировать. И вот как собачку Павлова в свое время программировал, дяденька Павлов, академик, и она вырабатывала условные рефлексы, вот так же и ваше тело будет перепрограммироваться, то есть вы будете заниматься самопрограммированием тела, мозг и так далее. В конечном итоге меньше с вами будет происходить проблем, потому что вы перестанете эти проблемы создавать, и вы более будете становиться человеком, который будет более приспособлен для дня сварга. А это означает, что, как я сказал, многие проблемы уйдут, многие болезни просто от вас отвалятся, и вокруг вас будет появляться больше хороших, позитивных людей, о которых вы давно мечтали. Видите, все просто. Итак, поговорили про это, наверное, давай про вопросы, да, теперь, про перроны поговорили, следующий вопрос от Алексея Тарасова. Добрый вечер, уважаемые ведущие, что произошло в Подмосковье? Тоже говорили, меня перескочило, пока я тут крутил, вертел. Так, вопрос от Олега из Иркутска. Не продавайте вы землю свою за златый серебр, ибо проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. Одна из заповедей бога Перуна. В России земля продается, чему способствует земельный кодекс, сдается в аренду юридическим лицам иностранных государств, в частности, по ФЗ номер 473 о торрах, территориях, опережающего развития. Интересное название. ТО-РА-Х. Принятый в конце 2014 года, как и много антинародных законов, которые принимаются правительством во время, когда бдительность народа понижена в преддверии алкогольных лакханалий. Отсюда. Теперь сам вопрос. Когда и в каком виде, по твоему разумению, Дорислав, можно ожидать проклятия высших сил по адресу? Благодарю. Олег из Иркутска. Вот так вот. Да. И никак не меньше. Проклятиями высших сил никак не распоряжаюсь, когда они приходят и кого они карают. Это их усмотрение. Единственное, что я могу сказать, в чем действительно была изначально заповедь, то есть, когда род жил на земле, эта земля была пропитана кровью, потом предков, на ней стояли курганы предков, то есть, была конкретно, как у любого дерева, связь с землей, было родовое древо, родовое поместье, родовое гнездо, вот, чем родовое гнездо отличается от обычного дома? В том, что в родовом гнезде стоял алтарь родовой, и, соответственно, была связь с намным миром, предки могли приходить, париться в бане, принимать требы, сидеть за столом, то есть, воплощаться в роду, приходить, то есть, эту землю нельзя было продавать, то есть, это была земля рода, продав эту землю, отдав его другому человеку, естественно, вы лишались корней поддержки рода, ну, и вот то, что мы сейчас получили, основная масса людей без земли, и кроме как проблемы и страдания, у них в жизни больше ничего нет, вот вам и проклятие, только не на тех, кто сейчас землю продает, а на тех, кто когда-то ее предал, и вот сейчас потомки за это рассчитываются, вот так. А так вообще, когда вопрос задавался, когда я читал его, мне так представилось сразу, сидит какой-нибудь там нехороший человек, который принимает какие-то законы, и молнии. Да, и так молнии, бань с ему, с кресла, бэк, прям в прямом эфире, где-нибудь так, что-нибудь выступает кто-нибудь, да, или на каком-нибудь там заседании, или там перед кем-то, и так сверху, ба-бах, и такой палец сверху, не надо, всякой гадости. Ладно, ну, а было бы на самом деле так интересно. Но мне кажется, здесь проклятие высших сил по адресу вот в таком формате ожидать не стоит, почему? Потому что, опять же, если бы это было так задумано, давно бы все случилось. На мой взгляд, нашим предкам славным намного интереснее увидеть нас хозяевами на этой земле, увидеть то, что мы можем сами сделать, как мы развиваемся, а не то, как мы будем реагировать на какую-то запущенную молнию, или на какой-то очередной кошачий клизм и так далее. Так что вот это вот учитывайте. Просто становитесь наследниками предков великих, да и все. Добавлю немножечко, да, буквально. Для того, чтобы посмотреть, ведь, чтобы понимать кару высших сил, нужно понимать, каким образом вообще, как устроены вселенские устои, каким образом человек получает это наказание в нашем понимании или исправление. Вы знаете, нет во вселенной наказания, есть уроки, есть исправление, то есть, есть совершенствование. И вселенная настолько мудро устроена, я в своей практике наблюдаю порой, как действительно создаются условия для совершенствования души. Для того, чтобы посмотреть, как человек, получит он наказание или нет, и за что, необходимо смотреть как минимум несколько поколений этого человека. То есть, вот есть разгульный депутат, например, который напьет, гуляет, дебоширит, деньги тратит, ну вот, и все думают, почему же его Бог не накажет? Откуда вы знаете? Вы же не смотрели, что было до, и не увидите, что было после. Вот, например, после он взял больше, чем смог, в итоге погибла вся его семья. Или он взял больше, чем смог, его ребенок стал наркоманом, алкоголиком и погиб. То есть, смотрите шире. Вот в чем заключается наказание. В том, что он останется без наследника. На нем прервется его линия. И, насколько я знаю, у крупных предпринимателей часто случаются такие проблемы. У них дети либо становятся наркоманами, либо алкоголиками, либо отказываются вообще от жизни родителя и не идут его стопами, и вообще занимаются и чуть ли не отказываются от него. Поэтому смотрите шире, чтобы увидеть наказание. И главное, никогда не завидуйте никому, потому что вы, к сожалению, не достигнув высших ступеней своего развития, не можете видеть всего того, что на самом деле происходит. Вы видите только малую часть. И вот она вам кажется такая привлекательная, замечательная. У кого-то денег много, у кого-то жена красавица или муж какой-то такой, прям крутняк, крутнячковый такой период начался в его жизни и прям все зацепились за него. Но на самом деле там происходят вполне возможно какие-то страшные вещи, которых вы даже не догадываетесь. Но ведь мысли материальные, еще раз говорю, если вы об этом подумали и позавидовали, то вполне возможно, что то благополучие, видимое, вам не достанется, а достанутся все те последствия, которые за этим благополучием скрываются. Ну зачем на самом деле этот этап благополучие? Давайте сразу перейдем к самому главному. Что после этого будет? Вот, держите. Ждали? На, получайте, распишитесь. И потом кричите, ах, господи, там, или боги, или там, дедушка Ленин, за что же мне это все? А вот за то. Мечтал? Получай. Ну ладно, идем дальше. Андрей Анатольевич, задает вопрос, Дориславу. Расскажите, пожалуйста, об архитектурных символах Перуна, используемых на крестьянских избах и даже на христианских церквях. Это всевозможные зигзаги, резные входные столбы, резьба в виде треугольников. И в историю они так и вошли по терминам перуницы. Для чего они применялись? Ну, друзья мои, дело в том, чтобы разбираться в символах, конечно же, желательно знать магию, то есть быть видящим, видеть, что эти символы представляют не только начертания, но какой объемный образ. Вот у китайцев сохранились иероглифы. То есть иероглиф это образ конкретный. И вот этот иероглиф описывает этот образ. То есть что он из себя представляет? Путь, дорога, дом, человек и так далее. Вот у нас раньше было все то же самое. Для того, чтобы разбираться в этих символах, нужно представлять вообще, что они из себя представляли. Соответственно, вот то, что называют в нашем традиции, в современном, светской, кто-то называет это крест рода, кто-то называет это латырь камень, то есть оперение стрелы я называю. То есть это восьмиконечная перуница с точкой в середине. То есть это стрела, точка, окончание, то есть это полет стрелы. И для чего изображался этот символ? Опять же, вернемся к природной магии. Для чего вообще изображали символы на избах, особенно на наличниках и на дверях? Дело в том, что это вход в избу, в внутреннее пространство. Вы прекрасно знаете, что в природе есть масса духов, всяких разных, которые не очень благоволят человеку. То есть потому, что природа это механизм, это живое существо, создано изначально, и человек туда не вписан был. У нас если изъять из природы, она будет совершенно спокойно жить. Поэтому после жизнедеятельности человека очень быстро зарастает земля, восстанавливается природный ландшафт и так далее. Все. И соответственно духи природы точно так же они не очень к нам расположены, честно говоря. Соответственно эта символика изображалась для того, чтобы духи не проникали внутрь жилища. Эти символы отпугивали их, не мешали детям, соответственно не портили скот и взаимоотношения семьи. Вот. Поэтому молния Перуна она как раз олицетворяла гром, то есть не зря говорили, что Перун чертей гоняет. То есть действительно природные духи боятся молнии и грома. И вы знаете, что детям делают погремушечки шуршащие такие, чтобы духов отгонять. Это сейчас все забыли, а раньше все это очень хорошо помнили и знали. Поэтому Перун всегда был бог, который гоняет чертей или вот вредоносных природных духов отгоняет. Соответственно все его означают, все его значения молнии, перуницы, все это, ну и конечно было больше, вот это то, что до нас дошло. Ну вот соответственно они изображались на избах. Ты знаешь, я вот так однозначно все-таки не переводил это, как вот ты сейчас сказал, потому что опять же это несколько упрощает наше понимание, но отчасти во многое могу согласиться, от себя могу что добавить, что сами все-таки природные стихии, духи, они не зловредны для человека, но их как вот именно природные стихии могут использовать как светлые, так и темные. А поскольку мы с тобой говорили, что молния как разряд она выстраивает и очищает что-то, то в этом случае происходит правильная трансформация выстраивания. То есть если вдруг какой-то бесенок, чертенок, вы выплыл же оттуда из нави, захотел какую-то гадость сделать, ведь он же не может напрямую сам это сделать, он использует какие-то стихийные возможности, которые вокруг него есть, ну что-то там оседлал огонь или какую-то может там воду как-то запоганил или что-то еще. И вот как раз проявление высших сил, которые через наши знаки проявляются или которые этими знаками обозначаются, они как раз упорядочивают пространство и мешают вот этим темным товарищем оттуда как-то себя здесь проявлять и под себя подстраивать стихии тех самых духов, которые стихийные. И эти духи стихийные для доброго человека становятся также добрыми. Но как известно, если человек злой, сколько ты угодно не нарисуй какие-то наши правильные знаки, но все равно добрым не останешься. А если исправленная стихия, она же будет против тебя в этом случае действовать как против какого-то неправильного. Поэтому помимо того, что кто-то рисует какой-то либо знак или символ, если кому-то больше это слово нравится, он еще и душой должен быть чист, он еще и мыслями должен быть чист. И только в этом случае тогда этот знак пойдет ему на пользу. Если же он сам темен и пытается просто защититься этим светлым, то в этом случае он может на саморазрушение его поставить. Это тоже надо все учитывать. И поэтому когда появились инородные какие-то учения, они наших духов, наши стихии попытались перевести в чужеродные к нам. Вот это четко проявляется. И вот тогда очень часто применялись какие-то там заговоры в виде молитв и так далее. А у нас проще было. Человек если чист, если он видит, что-то начинает не то твориться, какая-то дрянь залезла куда-то, он просто брал там ярговый символ рисовал нужный бабах или там обращался к своим богам. Там где-то вдруг сверкала молния и все вдруг чистилось. То есть надо понимать, что то, что ты сказал, это верно, но это несколько упрощает некоторое мировоззрение. Ну вот тут нас сейчас подведут к тому, что все стихии были враждебны изначально к нам. Стихия, ты же сказал, она нейтральна, она не имеет совести, она не имеет такое сознание высшего, как сказать, что вот этому хорошо я буду делать, и плохого. Куда она направляется, туда идут, а управлять могут как светлые, так и темные. И вот тут как раз эта символика и наши боги, они нам в помощь. Я что хотел сказать? Я рассказал, что природа изначально создавалась без учета человека. Вот, да, правильно. Куда мы не пришли, мы занимаем чье-то место. Нам нужно распахать огород, мы вырываем траву, которая там испокон века жила, и занимаем ее место. Мы приходим в лес, занимаем место животных, вытесняя их из ареала их жизни, так сказать, да. Вот, соответственно, стихия не то, что нам враждебна, стихия поддерживает наше тело в порядке, потому что именно тело подчиняется стихийным силам, все органы, все наши инстинкты работают именно по вот этим природным программам. И наша культура, она всегда была, держалась на балансе именно внутри человека между стихиями, инстинктами и правью и совестью. Однозначно согласен с тобой в этом. Однозначно. Так, еще вопросы есть. Так, дальше от Евгения из Урала. Из Ураева написал так. Через какие природные явления проявляет себя бог Перун? Что они означают? Как они отличаются от обычной стихии? Благодарю. Ну, вы знаете, есть разные типы молний, да, в курсе? Ну, да, кто-то хоть чем интересовался, знает, да. Да, вот есть молния убивающая конкретно, а есть молния дух пробуждающая, после которой все растет и цветет. Вот, примерно так. Но ведь молния это такой быстро так раз, сик такой, сик. Огонь разный, да, то есть есть стихия огня, которые у вас дом отбирает, а есть живой огонь домашнего очага, который готовит прирученный огонь, который напитывает пищу живым огнем и помогает нам жить и существовать. так и здесь есть разные, есть стихия природная, молния и гром, которая бьет без разбора. Вот, а есть сила Перунова, ну, вы знаете, что прирученная сила Перунова, что это такое у нас, в жизни, у нашей? Расскажи. Всеми этими силами, просто мы не понимаем, электричество, это сила Перунова, прирученная. Точно так же, как сила огня, прирученная в том же очаге, вот, помогающая нам жить. Та же вода, прирученная, которая крутит наши электростанции, а есть стихия воды, которая все разрушает. Вот ответ. Насколько я ответил? Я думаю, что да, ты ответил, ведь вопрос был, как они отличаются от обычной стихии, ну, ты дал, что если это оживляющая молния, значит, это Перунова, если это просто стихия сама по себе, то тут можно от нее ждать что угодно. Но опять же, если человек чист совестью, если все его мысли праведны, если он все свои деяния посвящает богам и предкам и во славу державе, то есть строит державу по нашим конам и по конам, то в этом случае тогда бояться какой-либо стихии здесь смысла нет. И потому что в этом случае он находится под защитой великомудрых предков, богов, легов и прочих-прочих-прочих наших друзей, товарищей, братьев и отцов и матерей. А я, а если просто так живет, не пойми как, то в этом случае тогда, ну, вполне возможно и Перунова молния может по макушке треснуть для осознания происходящего процесса. Но я бы все-таки сказал, что на бога надейся, да сам не плашай. Все-таки нужно иметь голову. Если ты засовываешь пальцы в розетку в надежде на то, что тебя боги помогут и спасут, ну, не знаю, не знаю. Нет, а ведь это же говорит о том, что человек, который пытается засунуть пальцы в розетку в надежде, что боги помогут, во-первых, или это совсем глупый человек, которому, в общем-то, и надо от этого помереть, потому что с такой глупостью дальше жить невозможно. Или у него просто опыта нет, ну, вот опыт он все приобретет. Потому что я же сказал, что человек, который осознанно живет, осознанно, то есть по веданию, ведущий человек никогда этого делать не будет. А именно осознанного человека, который живет во благо того, что я говорил и ради того, о чем я говорил, в общем-то, ему таких глупостей не надо, и он находится под оберегами. Да, вот если хотите, опять вот уделю немножечко внимания этому вопросу, мне в свое время рассказали такую интересную сказку. Сказка о пробуждении человека. Я как-то даже у себя в ВКонтакте на статье печатал ее. Значит, вот зерно. Зерно это потенциал, не пробужденное зерно, это обычный человек в системе. Например, живет как все, смотрит телевизор, ну то есть, вот, ничем не от кого не отличается. И тут в один прекрасный момент вдруг под воздействием внешних и внутренних обстоятельств он вдруг начинает задумываться. то есть, в нем прорастает росток рода. Он начинает задумываться, кто он, что он здесь делает, какого рода племени, то есть, в нем пробуждается родничок. и как в зерне росточек начинает тянуться к солнышку, вспоминая, откуда он когда-то пришел, то есть, любое зерно, оно выросло на солнце, потом упало в землю. И своей родиной она считает все-таки солнечный цвет и небеса, а не землю. И земля для зерна является очень агрессивной средой. Вот так у нас душа, воплощаясь в явный мир, тоже испытывает примерно такие же воздействия внешнего мира, как и пшеничное зерно, упавшее в землю. И вот человек осознал, что он потомок рода, что вот у него были предки, это у него открылся верхний центр, родничок, в самом верху у нас на лобном месте. Дальше он начинает искать мудрость. А где эти предки? А где о них знания? Где о них информация? И тут к нему приходит бог Перун, мудростью озаряющий его. Чело. Это у нас восьмой центр, это чело, это цвет фиолетовый, цвет индига, поэтому мы очень часто себя именно трогаем за чело, когда нас озаряет какая-то идея. Вот он получает мудрость о том, что да, действительно, были предки, была культура, все было, были корни. Следующий ему приходит на помощь, ведь ему же надо попробовать теперь это, он вот узнал, а как это в явном мире это попробовать, действительно это так, работает это, вернее, как действует это или нет. Тут ему на помощь приходит бог Велес, управляющий природным миром, в котором мы живем. И в любом случае, любое созидание будет связано с Велесом, с природой. это устье, это седьмой центр, это вот уста наши, попробовал человек, получилось, действительно, я потомок богов, я знаю вот то-то, то-то, и самое главное, я поехал на землю, и у меня получается, я завел свой огород, и Бог Велес помогает мне, вот я тут своими руками тружусь, дом построил, все здорово, все действительно, и вот у него наступает этап, когда ему теперь уже необходимо свой мир строить, но предки всегда говорили, нужно вкладывать душу в плоды своего труда, и здесь как раз у него активируются, просыпаются душевные центры, перси, это покровительствует Макош, матушка, именно здесь центр соединения всех силовых линий, то есть нити, которые увязывают наш силовой каркас, это Лада, матушка, правая подмышка, это Леля, левая подмышка, то есть три душевных центра, три Богородицы, Лада дает любовь, Леля дает интуицию, как возродить свой род, не имея чувства и не имея интуиции, как взаимодействовать с родовой памятью, вот Богородица приходит человеку на помощь, вот он уже осознал, созрел, попробовал, начал вкладывать душу, создал свой мир, построил свой терем, дети у него, то есть у него мир есть, но создать одно, а им же нужно научиться управлять этим миром, и здесь к нему приходит сварок, управитель явного мира, это третий центр, это живот, поэтому внутренний огонь, земной огонь горит у нас в животе, сварок и семаргл отмечаются у нас по календарю в один день, то есть сварок, батюшка, помогает ему уже управлять этим миром, который он для себя построил, и вот таким вот образом, вот такая вот сказка объясняет, как человек просыпается, какие боги ему в какой момент помогают, и с какими его силовыми центрами или чакрами они взаимодействуют, ну первый центр это матушка сыра земля, на которой мы всегда стоим, в которой мы живем, и которая от которого подпитывается, вот, то есть вот такая вот сказка и такие вот взаимодействия с высшими силами, вот я из своей практики могу сказать, что когда мне нужна какая-то новая информация, новое какое-то знание, или мне нужно решить какой-то вопрос, я обращаюсь к роду и обращаюсь чтобы активировать скажем так свою родовую память и к Перуну, когда мне нужна смелость, когда я чувствую, что предстоит серьезный разговор, я опять обращаюсь к Перуну, и действительно я чувствую его поддержку в себе, когда у меня в семье начинаются скандалы, я обращаюсь к матушке Мак в этой ладе, я чувствую, как ладом наполняется моя семья, и все устанавливается, и все восстанавливается, и сейчас после ночи сварога, день ведь сразу не наступает, солнце сразу не светит, первыми на помощь к человеку, к славянину приходят именно вышние боги-покровители, это в первую очередь род небесный пробуждает его, лада-матушка, вот как у нас два перста род и лада, то есть когда человек осознал себя, как проснулся внутренне, когда он смотрит, что происходит вокруг, ему становится плохо, он понимает, что не так должно быть, именно матушка лада позволяет ему наладить взаимоотношения внутреннего и внешнего мира, без этого невозможно его дальнейшее существование, он не сможет в этом мире жить, потому что будут сильные противоречия, именно лада-матушка приходит ему на помощь, она его налаживает, и он начинает строить уже с новыми взглядами, уже с новыми внутренними потребностями, он начинает опять жить в социуме, общаться с людьми и совершенно нормально и спокойно в него адаптироваться, но уже живя по совести, уже живя по устоям наших предок. Часто, когда разговариваешь с людьми, то когда тебя в чем-то начинают упрекать, например, в том, что не было никогда такой древности, о чем мы здесь говорили, что это все придумано, или наоборот, что вот какие-то там язычники поганые, сейчас после христианизации все у нас нормально, а до этого все было плохо, и ничего вообще языческого нельзя использовать, вообще древнего ничего нельзя использовать, потому что это все лукавое, ну какие-то там всякие эпитеты применяют, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вы вообще к какому роду племени себя относите, говорят, ну там русские, например, хорошо, а у вас родина есть, да, какая, ну там, например, Белоруссия, Украина, или Россия, говорю, отлично, но ведь вы говорите, что ничего языческое нельзя использовать, ну языческое смысле то, что было до христианизации, да, нельзя, это там противно, омерзительно и так далее, говорю, а почему тогда вы используете слово родня, родина, род, и они сразу как-то так, а что я такого, я говорю, ну потому что это все связано именно с древним богом, родом, а если это является дохристианским, то в этом случае это нельзя использовать, уберите слова, где род присутствует, не позорьте христианство свое, отношение к христианству, и тут начинается, надо убрать тогда, лад, лейте, хволите, лелеете, убрать, надо пол языка тогда убирать, да, то есть вот люди не понимают, таким же образом, как я говорил, что нельзя исключать христианство из своей истории, из своего прошлого, точно так же нельзя, даже если вы, ну матерый вообще христиан, нельзя исключать нашу древность, нельзя ее хаять, потому что, когда вы хаете свою родню, то вы хаете самого себя, еще раз говорю, у свиней рождаются только поросята, если вы считаете, что ваши предки были свиньями, то вы поросенок, понимаете, вот это вот отношение должно быть понятно всем и вся, ну ладно, хорошо, идем дальше, следующий вопрос от Андрея Анатольевича, в каких ипостасях Перун является людям, например, Велес зимой это Дед Мороз? Ну, я бы не стал Велеса Дед Морозом называть, Велес зимой спит, Дед Мороз это больше старый год, это старый каледа, а вот снегурочку сделали потом, должен был быть божечка леда, молодой год, поэтому старый год, если уже брать именно новолетие или как новый год на на каледу, то старый год приносил свои плоды, подарки приносил, то есть подводились итоги и соответственно получались плоды года, вот мы получаем плоды на новолетие, например, осенью, да, вот, ну а здесь по традиции получали подарки зимой, то есть когда старый год заканчивался, вот, поэтому я бы не стал Деда Мороза называть Велеса. Ну хорошо, а как все-таки Перун себя проявляет вот сейчас? А никак, нету его, вот Илья Пророк, других нет. Понятно. Этот самый Велес, это кто, сейчас скажу, кто у них Велес? Власий, вот, у них же Власий, как раз у них Власий святой, именно вот на весеннего в конце февраля, День Велеса, вот у них там они Власием своим перекрыли. Ну хорошо, а если все-таки представить, что все стоит на места свои, то в данном случае вопрос, в каких ипостасиях Перуну является людям, но вот одна из ипостасей, о которых ты уже говорил неоднократно, это живородящая молния, которая все упорядочивает, которая воодушевляет, вдохновляет и так далее. А еще есть какие-то ипостаси? Вы знаете, вот у меня кумир Перуна, да, кумир Велеса. Вот Велеса, Велес изображается с секирой, так как он стоит на вратах Междумирья, то есть Великий Лес, он стоит на вратах в Сваргу Пречистую, а в природе там можно увидеть как трава, лес и трава, то есть вот травяной покров планеты, он стоит между подземным миром и надземным. Для того, чтобы предкам пройти, нужно проходить через Велеса. Как это еще можно показать на примере человека? Вот устья, да, у нас вот, устья, это кадык. Чтобы пройти в духовный мир, нужно пройти, вот выходя из тела через позвоночник, душевные центры и проходится через устья, туда через пчело и дальше к роду. То есть проходит сначала Велеса, потом Перуна, потом выходит уже к роду, скажем так, да. Вот, поэтому к духовным, к знаниям предков человек может пройти через Велеса. То есть, а Велес это что? Это лес, это природа, это природные праздники и самое главное, Велес очень любит тех, кто трудится своими руками, умеет трудиться, умеет что-то мастерить, умеет вести хозяйство. Вот Велес как раз таким помогает. Вот, и соответственно, человек, который никогда не был в деревне, никогда не был на природе, никогда не взаимодействовал с природными силами, ему вообще трудно понять славянский образ. То есть, да, он может за компьютером сидеть и хорошо по клавиатуре бить, но если он никогда не был в лесу, не взаимодействовал с животными, вот, никогда не садил огород и своими руками не возделывал землю, своими руками никогда ничего не мастерил, образы славянских, образы предков ему будут недоступны. Вот, что касается Перуна, Перун у меня изображается с секирой. Вот, потому что есть такая легенда, что в свое время у Перуна была золотая секира, то есть, молния была только жизнь родящая. Вот, но когда ему пришлось спускаться в петельный мир первый раз, ему перековали секиру и добавили с одной стороны стальной лезвия. Его молния стала не только жизнеродящей, но еще и убивающей. Вот, поэтому он, если вот Велес, он прореживает сейчас людские рода своей секирой, то есть, он как повелитель леса, он у меня изображен еще с напом пшеничным и в национальной рубахе. То есть, эпоха Велеса принесет, во-первых, порядок в родах, старые больные будут вырублены, то, что сейчас и происходит с помощью алкоголя, наркомании и всего остального, инфарктов, инсультов, то есть, действительно, сейчас Велес прореживает рода. Те вот отростки, в которых есть еще сила, им всячески помогают, то есть, создают условия для их развития и совершенствования, чтобы они могли жить в новой эпохе. Вот сейчас Велес трудится, не покладая своих рук, то есть, в его эпоху вернется традиция его рубаха олицетворять и достаток в роду, то есть, пшеничный сног. У Перуна в одной руке секира, то есть, он освобождает от врагов, это сила смелости у мужчины, когда нужно отбиться от нападающих его врагов, и в другой руке у него свиток, то есть, сантии, веды, мудрость. Мужчина, боярин, воин, должен быть не только сильный, но и умный, и мудрый. Вот что несет Перун, что несет Велес. И считается, что они сыновья сварага, и Велес покровительствует природному миру, а Перун покровительствует миру людей. И они не всегда в мире живут, так как Велес у нас больше относится, скажем так, к природному инстинктам, а Перун больше относится к человеческому божественному праве и к совести, то у нас не всегда инстинкты и совесть в гармонии живут. Иногда мужчина не может противостоять своим инстинктам, вот, инстинкты его забарывают. А иногда, когда раньше времени мужчина начинает увлекаться духовными практиками, убивая в себе инстинкты, не может зачать детей. Вот. Поэтому всегда говорили, что каждому свое время. И вот сейчас у нас это очень хорошо видно на примере наших славянских течений и движений. Родноверы, несмотря на то, что считают, что, ну, как поклоняются роду, почитают рода небесного, у них все-таки, как я уже говорил, Велесов круг, Велесов родения, Велеслав, то есть Велеса славят, природу славят, славят природный мир. То есть это вхождение в образы предков. И это совершенно верно и совершенно правильно. Многие, пройдя эти ступени, дальше погружаются уже в мудрость. Я, скажу честно, я в свое время сам проходил через родноверческие общины в этом, в Смоленске. вот. Но я ее прошел как этап и пошел дальше. И капище веды Перуна и мудрость Перуна это уже более глубокие знания, более глубокие практики и более глубокое понимание образов наших предков. То есть получается если так следует твоей логике размышлений, то получается ничего плохого в этом нет и даже наверное в этом есть очень много хорошего. Надо для начала что-то познать природное, чтобы как-то вспомнить свое. И первый храм именно наш всегда это природа. Всегда первый храм. Потом конечно это капище святилища и так далее. Там уже храмы такие рукотворные. Но первый храм всегда природа. Если ты человек если не может жить в ладу с природой, то есть с тем храмом в который он был помещен, то в этом случае может ли он вообще быть человеком? И вот родноверие как ты его представил в том виде как ты его представил это как раз та самая необходимая начальная стадия без которой дальше развиваться невозможно. То есть надо познать этот храм, надо познать себя, надо познать себя в этом храме и так далее. Каким-то образом пробудить себе природные энергии, но это не является еще самой целью, это не является вершиной развития. Есть нечто и более необходимое последовать, последующее. Наверное, так, да? Да. Хорошо, хорошо. Так, ну вот еще два вопроса здесь, и, наверное, будем заканчивать. Так, про Деда Мороза разобрались. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Здравия, Дорислав, очень интересно услышать от тебя, в чем разница между оберегом одолень трава и оберегом цветок папоротника. Благодарю. Ну, посмотрите внимательно, вообще, чем символы отличаются, крест и свастика. Если вы посмотрите в ствол нарезного оружия, то увидите там свастику. То есть, свастик – это движение, это движение потока. Если следовать правилу буравчика, то поток по часовой стрелке от вас уходит, да, уходящий поток, а поток против часовой стрелки, то есть, калаврат, идет наоборот к вам. Соответственно, когда это изображено на одежде, то есть, одежда создает такой своеобразный энергетический купол, кокон, через который вы общаетесь с внешним миром. Соответственно, энергии, которые исходят от вас, проходят во внешний мир через инглию, например, по салоне, а те, которые идут к вам, проходят через калаврат. То есть, это все движение силы. Соответственно, если смотреть одоление травов, то это двойная, двойной свастичный символ. То есть, внутри вращение в одну сторону, а снаружи в другую сторону. Так вращаются наши силовые центры. Наш силовой центр – это приемы-передатчик, одновременно причем. То есть, мы на самом деле мир воспринимаем не ушами и глазами, а центрами, силовыми. В зависимости от того, на каком центре находится человек, так он мир воспринимает. То есть, пример простой. У одного наиболее активен второй центр, у мужчины, да, три мужчины. У второго наиболее активен третий центр, у третьего наиболее активен четвертый центр. Ну, второй центр, понятно, это инстинкты, это секс, например. Вот они видят женщину, да, и каждая женщина видит по-своему. То есть, один в ней видит только объект своего вожделения, материалист на третьем центре видит, будет считать, сколько на нее потратить денег, а тот на четвертом центре идеалист, он будет ей петь дифирамбы, он вообще, просто она для него будет объектом обожания и все. Вот, поэтому наши центры это приемы-передатчики, причем одновременные. Вот именно они и изображают символы. Но если взять одолень траву и цветок папоротника, то у них вращение внутри в разные стороны. Соответственно, один идет к вам, а другой от вас. Понятно, нет? Думаю, понятно. Только надо, наверное, пояснить тогда нашим радиослушателям, которые перед собой не имеют этих символов, этих знаков, одолень трава, в какую сторону загибается первичная? Одолень травы внутренний значит символ инглия, то есть, который по салон вращается. Внешне у нее рожки наоборот, а у перуного цвета да, по-моему, так, или наоборот, так, а у перуного цвета, по-моему, коловорат внутри и по салон снаружи. хорошо. Ладно. Я извиняюсь, если я ошибаюсь. Давайте-ка сделаем так, просто проверьте нас, да и все, да, вот, откройте, посмотрите. Это самый лучший способ. Вопросы... Вы, главное, поймите, как свастика вращается, в какую сторону. То есть, у инглия, то есть, вот представьте, факелы вращающиеся, да, четыре факела, которые вращаются. У них вот кончики будут назад. То есть, инглия, это символ, у которой кончики повернуты, ну, против часовой стрел. Так вот? Угу. Хорошо, хорошо. Так, следующий вопрос эфира от Варго. Здравия, Дорислав. Будь добр, подскажи, пожалуйста, свой ресурс в интернете, или таковой ныне имеется, благодаря... Если таковой, ныне имеется. Ну, в прошлый эфир был такой вопрос, ты сказал, что у тебя только ВКонтакте страница. У меня только страница ВКонтакте. Угу. Хорошо. Честно, надо сказать, вот очень много действительно деятельности, вот связаны с общиной, с праздниками, ну, и взаимодействие с органами, поверьте, принимает меньше сил, тем более, учесть, что община у нас существует официально, вот, то есть администрацией, со всеми органами противодействия экстремизму, ФСБ, ну, в общем, некогда, некогда сать. в общем, есть тебе чем заняться. Ну, точно. Скучать, скучать, не соскучишься. Понятно. Ну, да. Так, ну, вот, я тут потихоньку, пока ты говорил, тут открываю, смотрю, куда, чего, цветок папоротника, или там еще рыжик его называют, и так далее. также вот наберите просто, посмотрите, не буду сейчас описывать, как он выглядит, наберите, это будет вам же самим на пользу, а то так все за вас скажешь, а потом скажешь. Подскажите папоротника внутренней, в какую сторону крутится? Вот, еще раз, давайте сделаем так, мы сейчас не будем ничего говорить, наши радиослушатели, пускай, пускай это будет, как это называется, интрига такая, да, вот наши радиослушатели, пускай откроют, и посмотрят, чем отличаются друг от друга от цветок папоротника и одоленит трава, потому что, я говорю, если мы сейчас все разжуем, вот, Василий Васильевич, зачем ты вот в чате все выкладываешь, вот противный, ну, ладно, выложил уже, оставляй. Вообще, все наши символы свастичные, все их разнообразные модификации, все, 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 это все различные потоки, которые пробуждают в нас те или иные способности. В общем, Василий Васильевич, здесь всю интригу нам испортил, в чате выложил уже, вот одоленит трава, это когда загибается, идет против часовой стрелки, основной, внутренней, а потом уже вот маленькие рожки, как ты их назвал, они дополняют там, и так далее, а другой, естественно, то, что мы говорили, папоротник, он, наоборот, по часовой стрелке идет. В общем, вот так вот, испортил нам всю интригу, вот люди теперь зайдут в чат, и будут смотреть, вместо того, чтобы самим найти где-то в интернете и просветиться. Ну, что ж, ладно, хорошо, все вопросы мы озвучили, и теперь можем переходить уже к заключению нашего сегодняшнего эфира, кто есть какие-то, может быть, заключительные мысли, что-то такое сказать доброе, вечное, красивое, чтобы душа развернулась, и чтобы наши радиослушатели с чистой совестью пошли, кто еще не спал отдыхать, а кто уже проснулся, бодрствовать, и во славу родов и предков наших. Пожалуйста. Так, это слово мне предоставляется? А кому же? Нет, давай посмотрим, кто еще у нас тут есть? Так, тебе, конечно, говори. Да, ну, сейчас в чате начнут люди писать? Нет, нет, тебе, тебе, тебе. Ну, я что хочу сказать, друзья мои, дело в том, что невозможно узнать вкус воды, не попробовав ее. То есть, невозможно действительно познать традиции предков и быть, уверенным в своих словах, в своей традиции, совершенно спокойно общаться с другими конфессиями. То есть, только твердо стоящий на ногах своей традиции, уверенный, связанный с информационным полем предков, богов, с их мудростью, может совершенно спокойно, уверенно и без всякого негатива разговаривать с другими конфессиями. Но чтобы к этому прийти, необходимо этим жить и этим заниматься. Других вариантов нет. Сидя за компьютером и нажимая на клавиши, родные обычаи, не будем использовать слово традиции, родные обычаи познать невозможно. Только живя этим. И только проверяя все наши предки, это были величайшие практики. Они все всегда пробовали и внедряли. Соответственно, до сих пор белые считаются такими изобретателями, Кулибингу. Вот. Поэтому пробуйте все. Пока вы не проверите на собственном опыте, вы не сможете сказать ни да, ни нет. Проверяйте все. Проверяйте на собственном опыте. Обращайтесь к богам. Обращайтесь к Перуну, к Велесу, к Макоши, к батюшке, к роду. Обращайтесь. И смотрите, у каждого из вас будет собственный диалог с предками и богами. У каждого. Нет одинаковых. Да, есть общее славление. Но поверьте, к каждому они придут по-своему. И с каждым будет диалог индивидуальный. Потому что вы каждый являетесь потомком рода небесного. Вы каждый являетесь личностью, сутью, единицей. И союз, на которых изначально, принцип, по которому изначально взаимодействовали славяне, именно союз. Не колхоз, не эгрегор, а именно союз. Союз может существовать только между полноценными объектами, понимающими смысл совместного бытия. Поэтому живите, пробуйте, развивайтесь. Занимайтесь. Пробуждайте свою родовую память. Как я на прошлом занятии, на прошлом эфире говорил, не попробовав, не взяв в руки топор, никогда вы не сможете восстановить навыки деда или прадеда, который у вас хорошо мог рубить срубы и так далее. На праздники. Как только появляется возможность, всегда поедете на природу, пообщайтесь с природой, с деревьями, с животными, с матушкой землей, с предками, сделайте дома родовой алтарь, если это позволяет. И смотрите, как предки, как боги реагируют на ваши обращения, как меняется мир. Только таким образом вы сможете понять, кто, как, какими силами управляет и как с вами общается. Ну, вот, что я хотел пожелать на прощение. Благодарю, хорошее пожелание. В заключение, мне, наверное, тоже осталось себе пару слов сказать, чтобы не затягивать эфир. Но, наверное, если мы говорили о нашей древности, то древностью будем заканчивать. Если кто-то вам сказал, что у нас не было великого прошлого, вы не расстраивайтесь, вы не впадайте в панику. Это он сказал о себе. Это у него не было великого прошлого. Он просто так считает, ему так проще. Ну, что ж, это его выбор. Он так хочет жить. А раз это его выбор, раз он хочет жить, ну, не мешайте ему. Пускай он так с этим и живет. Видимо, без прошлого ему проще жить. Может быть, он там в прошлом наковырял что-то такое, теперь переживает, теперь вот эта вот родовая память ему покоя не дает. И для него как раз созданы все условия для того, чтобы побыть вдалеке от своего такого прошлого, что-то здесь в этом беспамятстве новое сотворить, может как-то себя удержать каких-то ошибок. Так что не мешайте, не мешайте. И это он говорит о себе. Когда человек что-то доказывает вам, в первую очередь, это он доказывает сам себе что-то. Вот это вот все просто помните. И знайте о том, что если кто-то предает своих предков или кто-то наговаривает что-либо на своих предков, это его проблемы. Потому что всегда на Руси у нас самым страшным поступком, самым страшным деянием это было предательство. Но если мы говорим о предательстве предков, это несозмеримо еще страшнее. Страшнее этого вообще ничего не может быть. Поскольку предательство своих предков это предательство самого себя и предательство своих потомков своего будущего. Ведь известно, что если выстрелить в прошлое из пистолета, то будущее выстреливает из пушки. Просто помните об этом. Анализируйте, что происходит. сопоставляйте произошедшее с тем, что вы делали, что думали, что говорили. Дрессируйте эту человекообразную обезьяну, которая вам дала для этой жизни. Делайте из нее человека. Учите ее правильно мыслить. Учите ее правильно говорить. Учите ее правильно что-то делать. Объясните ей на языке понятий доступных этой обезьяне, что любое действие вызывает или какие-то последствия или последствия с противодействиями. То есть это может быть добро, это может быть зло. Сделайте лишний раз добро. Лишним не будет. Вот такая несуразная фраза получилась, но лишним добро не бывает. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 27 июля 2016 года среда по одному из современных календарей, а по одному из старинных 26 день месяца получения дорог природы до 7524 лета, понедельник. Мы говорили в сегодняшней передаче о Дне Бога Перуна и говорил с нами, рассказывал нам об этом Дарислав Стариков. За что низкий поклон тебе. Дарислав, я думаю, мы с тобой еще услышимся в эфире и поведаем с твоей помощью нашим радиослушателям много-много чего интересного и что самое главное не просто интересного, но еще и полезного. На семья с вами прощаюсь, с вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов, до новых встреч, услышимся, друзья! Редактор субтитров А.Семкин